Всем привет! Это шестой выпуск второго сезона формата OVD Shoulder, в котором нет заранее заготовленных лекций или презентаций, но есть большое желание посмотреть через плечо в мониторы к разным интересным людям, потому что может показаться, что мы все с вами живем в каком-то общем информационном таком пространстве и читаем, видим и слушаем одно и то же. На деле оказывается, что нет, и вот это информационное пространство у каждого довольно уникальное. Хочется смотреть на него через призму разных опытов, разных профессий и расширять его как можно шире. Если с кем-то мы еще не знакомы, меня зовут Сергей Андронов, я отвечаю за дизайн бренда и коммуникации компании ManyChat и пишу в телеграм-канал designers. И перед тем, как мы начнем, есть несколько технических моментов. Во-первых, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате трансляции, если меня нормально слышно. Во-вторых, задержка до YouTube трансляции составляет примерно 40-50 секунд. Просто учитывайте это, когда будете задавать вопросы и ждать ответа. И третий момент, если вам кажется, что трансляция звучит немного тихо, то проверьте, пожалуйста, громкость звука на самом устройстве и в окошке YouTube. И если нужно, поставьте их на максимум. Обычно этого достаточно. Так что сейчас подожду немножечко ваших ответов. Звук очень тихий. Ну да, рекомендую попробовать поднять громкость. Я тоже попробую сейчас чуть-чуть ее повысить. Но просто хочется, хочется, короче, выдержать баланс между шумом, фоновыми шумами и голосом нашим. Супер! Так, плюсы есть. Ну, тогда давайте переходить, наверное, к основной, более интересной, возможной части. К нашему сегодняшнему гостю. И сегодня у нас в гостях сегодня у нас в гостях замечательный Антон Репонин, который, мне кажется, не нуждается в представлении, как минимум для тех, кто уже там пару-тройку лет занимается дизайном. И мне кажется, что Антон в целом вообще очень сильно повлиял на развитие дизайн-комьюнити российского, по крайней мере, там несколько лет назад. Все на нее уравнялись и смотрели. И вот если кто-то вдруг не знаком, то можно зайти на сайт reponin.com, да, где, по сути, огромный архив всего вообще сделанного вот с 2004 года. И не только в рамках самостоятельных проектов, да, скажем так, над которыми Антон работает, но и в рамках проекта в студии Антона энд Айрин, который, собственно, существует тоже довольно давно вместе с партнером Антона Айрин Перейра. И если вы не видели вдруг, то обязательно посмотрите. Ну а на тамблере, который все еще существует, несмотря ни на что, можно, мне кажется, там просто залипнуть довольно надолго, просто скролли ленту вниз до какого-то бесконечного, в общем, предела. И сейчас хочется, конечно, уже перестать смотреть на работы, посмотреть на Антона. Антон, привет! Ты теперь в эфире, тебя все видят, слышат. Как у тебя дела? Спасибо тебе большое, да, что нашел время и синхронизировалась эта вся временная разница. И еще и день благодарения, и вообще супер. Спасибо большое, что нашел время. Мне кажется, многие ребята этому сильно рады. Как, вообще, как у тебя дела? Всем привет, привет. Да, вообще без проблем. Слушай, воскресенье холодно, пасмурно. В любой момент. Про дизайн готов встречать бесконечно, так что не какая-то проблема. Дела хорошо, все спокойно. Ничего особо суперинтересного не происходит в секунду. Ты сейчас, не знаю, там, не путешествуешь, потому что я видел, что ты был в Барселоне летом, да, в Harbour Space. Как у тебя сейчас вообще со всеми ковидными ограничениями получается как-то перемещаться куда-то или в Нью-Йорке сейчас? Ну, в большую часть времени. Сейчас в Нью-Йорке, да. Но, да, я в этом году летал. И в Барселоне был два раза в школе, что надо преподавать. Сейчас просто у меня год закончился учебный, но и начался новый. И следующее... Вот я зимой собираюсь куда-то уехать, потому что давно в отпуске, собственно, не был. А так, в следующем году снова начнется свистопляска. Это снова Барселона, и плюс Harbour Space открыл кампус в Бангкоке. Мне теперь, оказывается, надо в Бангкоке преподавать. И я там немножко... Я там никогда не был, если честно. Я немного с ними воевал. Они поставили три курса туда. И я такой, не-не-не, подожди. Сейчас... Во-первых, я не такой большой поклонник преподавания. Мне надо по чуть-чуть это порциями выдавать. И вот я поеду весной еще туда, как бы, на три недели. Тристи курс. Понятно. Ребят, сразу, наверное, да, хочу вам как бы подсказать и направить на то, чтобы вы задавали как можно больше вопросов. Потому что мне кажется, что Антона давно никто как-то не выцеплял, скажем так. И кажется, у многих вопросов много могло накопиться. То есть кто-то пишет, что еще с 2008 года следил за тобой вообще. Еще с ЖЖ. И вообще, типа, супер-супер увидит тебя сейчас. Вот, ребят, так что в лайв-чате можете прямо писать вопросы, не дожидаясь какой-то отдельной секции Q&A, а прямо во время трансляции я буду их зачитывать в те моменты, когда мы будем, собственно, устраивать какие-то такие паузы на них. А они будут, эти паузы, не только в конце, а где-то и в серединке. Вот, слушай, я на самом деле предлагаю начать все-таки с небольшого какого-то такого, не знаю, раскачивающегося шеринга твоего экрана и посмотреть вообще, что к тебе на глаза попадает. И, не знаю, может быть, проработы какие-то даже можно будет поговорить, которые не особо видны. Сейчас, да, супер за, но Apple, как всегда, очень сильно заботится о прайвасе. И я сейчас попробую. Он мне не дает заширить экран. Дай мне-ка мне секунду. Я, к сожалению, и к счастью, я сформатировал свой комп. Так, я думаю, что мне надо будет из зума выскочить на одну секунду, потому что он просит перезагрузить зум. Так что я заранее извиняюсь, сейчас буду. Давай, давай. Заходи по той же ссылке. Ребят, ну можете поделиться, вообще пока ждем переподключения, поделиться, кто Антона вообще знает, из какого года. Вы можете написать либо год, я не знаю, с которого за ним следите, либо, если не знаете вдруг почему-то, напишите минус. Это на самом деле тоже интересно, потому что кажется, что Антон, ну, прям много чего сделал заметного, скажем так. Так. О, я думаю, сейчас работает? Да, все супер, все видно, класс. Класс. И все, все видно, да? Должно быть, да. Если что, ребят, поставьте, ну, вернее, напишите, если не видно, хотя кажется, что все транслируется довольно неплохо. Класс. Ну, ладно, я тогда... Ну, собственно, на работах я не буду пока-то останавливаться. Каждый может посмотреть там сам, потом, я думаю, там ты что-то частично показал. Я попробовал пособирать какие-то ссылки, но очень быстро понял, что после трех ссылок у меня все заканчивается. Я смотрел, кстати, выпуск зданий «Криворучка» с моим хорошим другом, и он, кстати, то же самое сказал в самом начале, что мы просто вот меньше и меньше ходим на какие-то сайты, потому что сайты, собственно, стали супер не нужны. У нас у всех есть свои одинаковые... Мы все ходим на тот же Инстаграм, на, не знаю, Фейсбук, Твиттер, но пространство внутри этих платформ у нас, естественно, свое. У нас свои какие-то баблы, свои какие-то споры, срачи по поводу всякой ерунды. У тебя свой, у меня свой, а у тех, кто смотрит, будет свой. И поэтому как-то сложно собрать какой-то такой общий список. И я еще понял в конце, что больше каких-то вещей на меня сейчас влияют больше оффлайн, даже чем онлайн. Это какие-то выставки, это книги в основном сейчас. Я понимаю, что у меня есть небольшой такой приоритет, то, что я живу в Нью-Йорке, и все эти книги, которые мне нравятся и нужны, они тут доступны сегодня же. Все выставки сначала все проходят тут, потом они начинают ездить по миру. Я, кстати, расскажу об одной, на которой я был вчера, мне дико очень понравилось. Так, это, я думаю, что вот одна из этих вот первых ссылок, это ты упомянул Tumblr, и Tumblr на самом деле это такая супер... Это, я не знаю, с чем это можно сравнить, с какими-то там, не знаю, одноклассниками, наверное, или с MySpace. Но качество контента в Tumblr, если ты правильных фолловишь людей, оно как-то зашкаливает просто своей крутостью. Потому что в Инстаграме невозможно с рекламой больше тусить. То есть это такое, ты зашел в Инстаграм, ты провел 45 минут, смотря рекламу, 15 минут, что-то интересное. Тут это как-то намного прикольнее, намного проще. И я вот до сих пор, вот я раз в день утром, я захожу в Tumblr, потому что там как-то вот самый интересный фит. То есть какие-то очень абстрактные вещи, там, арт, фотографии, именно индустриал дизайн, тоже много, конечно, рекламы. Он, мне кажется, вот для графического дизайна самый такой еще остался очень трушный. И вот, мне кажется, граф-дизайнеры именно, то есть сейчас в Tumblr, чем где-либо еще. Я всегда просто закидываю, у меня есть тоже Tumblr, на который я закидываю все подряд. Это просто свалка такая для меня. То есть я делаю какие-то скриншоты, над чем-то работаю. И я просто это все сваливал в Tumblr, потому что это намного проще, чем постить куда-то в Инстаграм или в какие-то другие вещи. Вот, на самом деле, когда-то Tumblr меня сподвигнул, у меня никогда не было портфолио какого-то полноценного. Оно всегда у меня раздроблено. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, работы с FI, которые я никогда толком не мог нигде показывать. Это клиентские, я кучу делаю все, просто вот то, что мы здание, какие-то вот криворучка как раз тут сидит, какие-то проекты. И меня, по-моему, в пандемию или вот до пандемии, мне это как раз вдохновило сделать себе портфолио, в которое я запихнул вообще все на свете. То есть это все-все-все проекты, которые многие, даже когда я никогда в жизни не публиковал. К сожалению, оно под паролем, потому что я сделал первое портфолио не для кого, а для себя. Это мои годовые отчеты, собственно. То есть я могу зайти в 2018 год и посмотреть все, что я делал в 2017 году. там два сайта для Spotify, там Yves Saint Laurent, вот эти вот One Short House для Ради Мага, делал какие-то эксперименты, приложения, какой-то комикс я пытался нарисовать. Я по-вот, я научился After Effects в 2017 году в первый раз. То есть это для меня такое, если мне надо что-то вспомнить, когда что я делал, я вот просто захожу сюда и вот, а, игру какую-то. Я думал, я сделаю игру, где мужик бежит, он тырит телефон с самого начала, и надо со стыренным телефоном бежать по такому спальному району и уклоняться от пакетов, которые на тебя летят, пакеты, которые пластиковые. Я заморочился, нарисовал там секвенцию какую-то. То есть это какие-то вещи, которые я никогда нигде, собственно, не постил, особо не показывал. Вот они у меня, я все сюда спихнул. Причем я это сам как-то сделал в дизайне, сделал CMS, который удобный именно для меня был бы. И я знаю, что вот, допустим, Даня Криворучка, и вот я смотрел с Даней Криворучка выпуск у тебя, и он тоже открывает, потому что он использует эту мою же платформу. То есть он, когда увидел, что это я сделал, он попросил, и этот же разработчик, который делал мне, он его перенастроил как бы, и вот Даня Криворучка использует это же самое портфолио сейчас. Ну вот, собственно, это как бы просто история, которая началась когда-то с Тамблера для меня. Что еще? Тут как раз у меня вот, это я гуглил просто сегодня утром, я проскролю. Для меня, как я сказал, книги сейчас, наверное, самая большая масса информации, которая приходит мне и по дизайну, и не про дизайн. Это вот я читаю, и я стал книги по дизайну читать относительно недавно, потому что я понял, насколько я не образованный, я никогда не учился дизайну, и к своему стыду, когда я, допустим, работал даже в свою эту карьеру в Wi-Fi, я уделял очень мало времени, чтобы узнать, почему вообще все так сегодня выглядит, почему все так сегодня происходит. И только когда я стал преподавать, мне вот этот вот синдром, как он называется? Синдром, когда ты не чувствуешь, что ты фейк, что ты не должен этим заниматься. Синдром самозванца? Да, синдром самозванца. Вот в дизайне у меня вот тем, что я не знаю, у меня нет, я все классно делаю, все нормально. Но когда я стал преподавать, тут, естественно, у меня как бы появился, и я стал очень жадно поглощать какие-то старые книги в основном, просто понять ту же самую историю дизайна, как все это получилось. И сейчас я, кстати, читаю одну, которую я даже посоветовал бы, мне очень понравилось. Я не до конца дочитал, называется Designer Maker User. Это в Лондоне есть дизайн-музей, и, насколько я понял, это какие-то кураторы этого музея, они написали книгу, которая очень интересна в плане вообще процесса дизайна. Не то, что откуда он взялся, а это какие-то такие, наверное, даже больше эссе, которые ты читаешь, ты просто понимаешь, что вот весь этот срач сегодня, люди спорят по поводу, там, ребрендингов, там, сайт, удобно, неудобно, красиво, некрасиво. В сороковых годах уже все поспорили об этом, все уже решили, и вот такое вот такая цикличность. Каждые десять лет это начинается заново и заново. И меня очень сильно как-то вдохновила, там, по-моему, третья глава. Она написана про то, какие были выставки, начиная с 18... Вот первая, про первую, которую там рассказывают, она была в 1850 году в Лондоне, когда какой-то индустриалист английский, он сделал выставку, на которой поставил в одной комнате примеры хорошего дизайна, а в соседней комнате, ровно вот так вот противоположной, он поставил предметы плохого дизайна. И у него была своя точка зрения, что является плохим дизайном, что является хорошим дизайном. Собственно, он это делал ради того, чтобы как-то, как он считал, обучить людей вкусу, он считал, что вкус — это вещь абсолютная, что нету там, не может быть такого, что у разных людей свой вкус. Он считал, что вкус абсолютный. И вот он там поставил в одной комнате, он там наколлекционировал какие-то там турецкие пистолеты, какие-то там... А, кружки он говорил, что вот кружка, она должна быть прозрачной, потому что человек должен видеть, что он пьет. А если кружка не прозрачная, это вот плохой дизайн. Или там он ножницы какие-то поставил как предмет плохого дизайна, которые выглядели как клюв у цапли, что это вот декоративность. Это все еще почти там, ну, не сто лет до Баухауса, но все равно дофига. И потом вот эта вся глава рассказывает, как вот Макс Билл, который учился в Баухаусе, как он тоже потом делал выставку в 40-х. И вот это вот последнее, что я гуглил позавчера буквально. Она называлась «Диагута форм», то есть «Хороший дизайн», в которой он собрал какую-то коллекцию того, что он считал является хорошим дизайном тоже. Это вот как бы такой стейтмент, у него есть свое мнение, очень какая-то конкретность, каким я, может, согласен или не согласен. И вот он собрал какие-то эти вещи. Потом там была выставка дальше в каких-то уже 80-х, где в музее Филадельфии, я где-то даже пытался найти... А, вот, смотри, вот эта вот ссылка, вот это Хенри Колл. Это вот в 1852 году. Единственное, что я смог найти, это статью на Guardian, где вот были предметы хорошего дизайна или плохого. Вот эти вот обои, это вот плохой дизайн. Это вот типа вот с точки зрения Хенри Колл не надо было так делать. Ну и потом просто вот суперинтересно про то, что было какое-то гигантское количество этих выставок, и на которые я с удовольствием мечтал бы сходить. Понятное дело, что они там были очень-очень давно, и меня это как бы вот немного... Я немного расстроился, что никто не собрал это в какой-то вот в диджитал-формате. То есть вот я бы с удовольствием занялся бы таким проектом. Я уверен, что каталоги этих выставок хранятся в каких-то архивах, где-то они осканированы. Можно найти прямо вот каждые предметы, которые были выставлены на этих выставках. Может быть, там, пересканировать их, или прямо найти оригинальные эти объекты, сфотографировать в классном разрешении и сделать вот такие вот виртуальные... Вот начиная там с 1852 года, потом вот Диагута Форм, которая была в Филадельфии. Там какая-то еще была... Итальянский архитектор делал выставку, где он предметы хорошего дизайна поставил на белый пьедестал, а предметы плохого дизайна он поставил на урну, на мусорке. И вот это вот такие были пьедесталы, урна, колонна, урна, колонна. То есть люди как-то пытались свою точку зрения вот таким образом выразить. Понятное дело, не было ни Фейсбука, ни Твиттера. И мне кажется, это дико интересно. И вот с точки зрения... Я вот не хожу особо на какие сайты, но вот я захожу в Google и сижу просто гуглю. Вот в Филадельфии вот я нашел эти вот фотографии, как эта выставка выглядела, на которой как раз там женщина была куратор, она позвала того же Макса Билла, который делает Диэтбуту Форум, и она позвала итальянского дизайнера Эту Ресоцис. Это который вот Memphis Group, вот это вот все цветное. И самое интересное, что не может быть как будто бы вот на то время, вот Эту Ресоцис, я думаю, все видели вот эти вот картинки, суперцветные всякие лампы, предметы, мебели, которые там спорно можно обсуждать, они удобные, неудобные и так далее, но он очень сильно повлиял на вообще дизайн-индустрию. Он известен тем, что он сделал вот эту вот печатную машинку для Оливейки. То есть, ну вот на тот момент и Макс Билл, который вот из школы Баухауса, супер вот Форум, Фоллоу Фанкшн, вот эта вся мантра, они может быть более двухполярных людей. И при этом эти два человека, которые очень по-разному думают про дизайн, делали выставку вместе о том, что есть хороший дизайн. Я считаю, что вот я бы с удовольствием посмотрел бы каталог вот этой выставки, чтобы понять, где вот они смогли найти этот компромисс. То есть, ну что, то, что я слышу сегодня от дизайнеров, тоже меня немного иногда пугает, что дизайн — это исключительно решение проблемы. И я как бы, вот я больше вот как это ресурсов, на самом деле, думаю, ну как в смысле решения. Если бы дизайн был решением проблемы, мы все бы ходили бы в одинаковой одежде, потому что это была бы самая оптимальная одежда для температуры, производства, ресайклинга и так далее. Нет, мы одеваемся все по-разному, потому что мы хотим, чтобы там одежда о нас что-то говорила, что вот я выгляжу так, потому что я такой-то, или я одеваю, или у меня такая машина, потому что там я такой, или у меня такие предметы, потому что для меня важно это, это, это. Предметы, которые решат одну и ту же задачу — миллиард. У нас всегда есть какой-то выбор среди них. И вот я как бы просто вот последние недели это я суперсильно углубился в эти выставки, пытаясь найти в интернете картинки, как это все выглядит. И я думаю, кому интересно, почитайте эту книгу. Я думаю, что можно в интернете найти. Оно у меня есть в физическом, хотя я редко читаю книги, которые... Тут просто очень много картинок. Все книжки с картинками я покупаю физические, а все, что литература, я все это на Киндли, конечно же, читаю. Мне не нужны книги. Я прочитал один раз и забуду, но на всю жизнь. По книгам тогда, если я... Сейчас я читаю Бенджамина, биографию Бенджамина Франклина, и это не то, чтобы похвастаться, а наоборот. Я очень... Я живу в Америке 14 лет, и очень смутно знаю ее историю. А тут вот как бы ажиотаж истории возник в прошлом году, кто виноват и что делать. Я подумал, что я начну как раз с того, что я прочитаю биографию Бенджамина Франклина. Не буду советовать, она, я думаю, больше на любителя. Писал... Это Уолтер Айзексон, это тот же, кто писал биографию Стива Джобса, биографию Эйнштейна, Да Винчи. Вот Да Винчи я читал тоже его. И... Ну, пока что суперинтересно, просто в плане вообще становления Америки. И меня удивляет... Короче, Франклин в какой-то момент он решил самовосовершенствоваться. Мне кажется, это то, чем сейчас тоже все еще занимаются. Все занимаются коучингом, все учат всех, как жить. Короче, он сам себе составил список вещей, которые он хочет себе улучшить. Было одно, это была умеренность. И там он написал, не есть больше, чем могу, не пить больше, чем могу и так далее. Потом там другое было, не говорить лишнего, то есть не говорить пока не есть, что сказать или там молчать, больше слушать. Ну, там было 12 пунктов. И кто-то ему 13-й добавил, потом кореш какой-то его сказал, у тебя слишком много гордыни. То есть он, кстати, был очень известный тем, что он постоянно себя, как мы сегодня говорим, рекламируем, как он себя всегда продавал. То есть у него было такое мантра, что ты должен всегда выглядеть занятым, и тогда у всех других людей будет складываться ощущение, что ты реально в пределе, ты занятой, ты классный. А он этим постоянно хвастался. Ему говорит, вот тебе поменьше бы еще гордыни. Он добавил 13-й пункт гордыни, потом сделал себе, расчертил в блокнотике график такой на 7 дней в неделю, и эти 13 пунктов. И понял, он тоже пишет, что я понял, что я намного хуже, чем я думал, когда посмотрел на график и пытался его как-то... То есть во мне слишком много недостатков, поэтому я буду фокусироваться только на одном. И он там взял первый, типа умеренность, и вот понедельник. Я был сегодня умеренный, а на другие я там потом как-то. И он думал, что вот я несколько недель, если я вот буду умеренный каждый день, я потом перейду на следующий этот virtue и буду там отмечать эти штуки. И самое сложное ему было как раз с гордыней. И он потом написал, типа... это вообще все равно. Мне кажется, что гордыню не искоренить вообще из людей. Это все люди пытаются всегда выглядеть лучше, чем они есть, всегда будут себя восхвалять. И даже если бы я избавился от гордыни, я потом ходил и гордился бы тем, что я избавился от гордыни. То есть из меня это никуда не убрать. И это просто какие-то вещи, которые можно применять в профессии. Не нужно. Как бы там уже каждый будет сам решать. Но это какие-то вещи, которые я читаю. Мне очень нравится. И я себе выписываю. На самом деле... У меня вот открытноушен. Я на самом деле сижу и выписываю все. То есть я... Какие-то вот вещи... Вот, допустим, из designer maker user я всегда... Сейчас еще на айфоне появилась классная эта функция, что ты можешь навести на текст, просто его выбрать. И я вот... То, что мне важно, то, что меня суперсильно цепляет, я все это выписываю. Я еще даже, видишь, не отформатировал. Как он с книги с этими... С переносами туда запостил. И я вот это вот... Все, что мне важно, то, что... Обычно, особенно по дизайну, это вот... Я думаю так же, но тут выражено это в тысячу раз круче. То есть я бы не смог бы так сказать. И вот я себе все это выписываю. Да и плюс, как бы я читаю, естественно, все по-английски, но даже при этом у меня все равно не какой-то ультра уровень. То есть я не учился никогда в Америке. И я английский... Я помню, на школе вы стали преподавать там чуть ли не с 8-го, с 9-го класса. То есть очень-очень поздно. И я даже где-то скриншоты всякие добавлял сегодня. Я себе выписываю слова. Ну, потому что я тупо не знаю. Я просто читаю. Особенно Франклина. Там еще столько слов. Я просто читаю. И иногда по смыслу понятно, я пропускаю. А иногда... Ну вот, to fret. Это быть... Ну, расстроиться. Ну, почему он не написал просто upset? Слово расстроиться. И вот надо вот туда навставлять. И я сижу. У меня вот по каждой книге есть отдельная вот такая штука в этом на iPad, где я себе все записываю еще вот как старпер ручкой, а не клавиатурой. Ну, что неудобно. И не всегда, я скажу честно, я к ним возвращаюсь, хотя было бы классно к ним возвращаться, чтобы понять, запомнить. Я думаю, что я запоминаю из них только один процент. Но тот факт того, что я это записываю, для меня как бы важен. И у меня как будто бы в голове запоминается больше. Так, что еще? Ну, по книгам, я думаю, наверное, потом вернемся, если интересно. Но есть один... Я когда-то сайт сделал, я его не обновлял давно, 19-го года. Я просто сюда стал добавлять книги, которые для меня важны. То есть, когда я написал, или там где-то у меня внизу написано, что если у меня хата загорится, и надо отсюда выносить, это паспорт, какие-то вещи там, лаптоп. И вот это книги, которые мне хотелось бы спасти. То есть, потому что они... Вот тот же самый, это ресурсос. Тут, конечно же, будет очень много... Карл Мартинс, это такой графический дизайнер голландский, который для меня очень сильно повлиял с точки зрения вообще визуально, как рассказывать о каких-то вещах, очень странными методами. И надо вот ее немного обновить этот сайт. Я думаю, что, может быть, перед Новым годом я сяду и добавлю сюда какие-то дополнительные книги, которые мне очень сильно понравились или запомнились. И просто пока мы на этой теме, один покажу скриншот. Это книги, которые я советую своим студентам. Про каждую из них мы даже как-то разговариваем. Я не посоветовал бы все, но я думаю, что если вам интересен дизайн, вообще я посоветовал бы точно почитать Бруно Мунари. Мне очень-очень обожаю, как пишет Майкл Бейрут, один из партнеров Пентаграмма. Не суперфанат его работ, но то, как он говорит вообще о дизайне, это, конечно, очень классно. Я не могу больше посоветовать. Вот это самый топ из всех этих, из всего, что тут есть. Это книга Дебаты Фим Крауэлла и Яна Ван Торна. Я думаю, что Фима Крауэлла все знают. Это голландский дизайнер. Сейчас он на бикипедию перейдет в картинке. Кстати, вот этот постер висит в рамке. Вот. А второй дизайнер это был Ян Ван Торн. И самое классное, что они, это то же самое, вот я обожаю все вот эти вот истории, но на уровне таком действия. То есть, это два дизайнера настолько же разные, насколько вот про которых я рассказывал Макс Белл и Этори Сотсас. То есть, это два дизайнера, которые жили в Голландии, работали одновременно. У них был очень разный подход к дизайну. То есть, один топил за то, что тоже дизайн должен быть невидим, то есть, клиент мне передает информацию, я ее передаю пользователю, и меня как дизайнера вообще не должно быть видно. То есть, информация должна перетекать к клиенту в наичистейшем виде. То есть, такой журналистский больше подход. И Ян Ван Торн был супер против этого. Он говорит, что мы люди, мы не можем не влиять, и дизайнер обязан еще на эту информацию влиять и предоставлять ее в каких-то разных формах. И у них были дебаты, которые кто-то записал на какую-то кассету, эту кассету потом потеряли, и относительно недавно эту кассету нашли, сделали транскрипт, то есть, ну, все, что там говорилось в этих дебатах, и выпустили сначала на голландском, а потом перевели на английский. И эти дебаты, ее можно прочитать за час, это очень небольшая книга, и вот эти дебаты можно просто почитать и понять, что в 70-х люди срались по тому же поводу по коллу и сегодня. Но самое классное это то, что оба были суперпрофессионалами, и там даже сравниваются какие-то вещи. Какой-то художник, у художника была выставка в Стедилик, это музей современного искусства в Мастердаме, где Фим Кравл был арт-директором, и у этого же художника потом была выставка в другом музее, я уже не помню, как музей называется, где арт-директором был Ян Ван Торн. То есть оба они делали каталоги для одного и того же художника в принципе одной и той же выставки, но эти два каталога выглядят радикально по-разному. И это просто означает, что на любой вопрос есть много ответов. Ты как дизайнер просто выбираешь самые лучшие на сию секунду, вот и все. Это не значит, что есть какое-то одно решение. Ну и как бы опять же дальше, чтобы не зависать над этим, если что-то из этого вам надо было бы и прочитать, то вот я бы присоветовал бы дебаты. Остальное все вы можете найти потом в гугле и почитать тоже. Так, мудно, да? Отлично, вообще отлично. Слушай, всегда кажется, когда говоришь не знаю, и без аудитории, и тем более постоянно сам, мне кажется, всегда создается ощущение, что так, вообще, меня там слушают или не слушают, слушают, и уже на самом деле вопросы задают, вопросы, они, конечно, ну, то есть они не особо к тому, что ты сейчас говоришь, они скорее, наверное, на будущее. Вообще, без проблем, да, даже лучше. Ну, здесь, да, можно скакать, слушай, есть блок вопросов, ну, не блок вопросов, есть вопрос по поводу совместных проектов зданий, криворучка, собственно, да, то есть кажется, что, ну, вы действительно давно, уже кучу лет делаете, ну, не постоянно, но периодически какие-то классные, короче говоря, проекты, от которых потом все такие, вау, вот, и как, как вообще у вас сложилось? Это, во-первых, а во-вторых, чтобы ты просто, чтобы не думал, что не интересно, ну, видимо, сейчас дошла как раз вот эта 40-секундная задержка, и все начали писать, что очень интересно, очень интересно еще раз, и, в общем, так что не испытывай ни малейших сомнений, вон там люди пишут, уже миллион скриншотов сделали, и сердечки ставят, и, в общем, сплошная любовь. А, ну, класс. Вот, а по поводу Дании, просто, ну, то есть, понятно, что вы оба сейчас в Нью-Йорке, не знаю, да, опять же, как, насколько вы, там, часто общаетесь, ли редко, или как-то, но то, что вы еще, там, я не знаю, первым проектом, наверное, Urban Walks был совместным, или еще что-то было до этого даже? Нет, я думаю, был первый, да, был как раз Urban Walks, который мы делали, зданий, он мертвый проект, что классно, проекты должны умирать вовремя, я так вам скажу, ребят, это мы делали, первый с ним, да, у нас были, и с Джоном, который нам помогал писать первые туры по Нью-Йорку, да, мы делали приложение, которое, которое поможет людям пройти, как бы такие небольшие прогулки по Нью-Йорку, там, на 30, 40, 50 минут, самостоятельно, просто с приложением, и по достаточно относительно туристическим местам, то есть, где туристы и так ходят, но с какой-то более интересной информацией, и то, как она написана, то есть, это не какая-то информация из Википедии, а, допустим, вот первые туры нам писал наш знакомый Джон, он журналистом, когда-то был, сейчас он занимается производством подкастов, и вот у него очень живой язык, и он рассказывал о местах, которые ему нравятся, и об информации, которая ему важна, а не какая-то суперисторическая информация про Нью-Йорк, которая, знаешь, вот как в энциклопедии иногда, и потом мы как-то подсоединяли более других людей, там, фотографов, какие-то люди, которые занимаются производством шоколада, нам делали там шоколадный тур и так далее, и вот у нас, это вот первый, да, проект, который мы с Даней вместе делали, потом, что-то мы там еще делали, я ему портфолио делал, я помню, он сначала делал одно портфолио, но его было безумно сложно обновлять, поэтому он переехал на этот движок, который я делал для индекса, потом Даня нам помогал в нескольких проектах анимациями, то есть какие-то проекты в нашем портфолио есть анимация, где я не настолько хорошо знал After Effects или там кто-то еще, я знаю, что он для вот оригинального One-Shirt House иллюстрировал анимации, потом я ему еще с чем-то помогал, но у нас вот постоянно, как-то и последние вот два таких проекта, это был Blind Side, это выстраданный фильм 8-минутный, который он делал 38 лет, и я помогал ему тогда делать сайт и какой-то язык, и вообще вот вид для этого, то есть как это можно было бы предоставить, на самом деле я изначально думал, может быть, больше показывать проекты не живыми ссылками, а в макетах, ну просто чтобы видно было, потому что я обожаю сидеть и ковырять, вот я, а у меня шрифты слетели, ага, здрасте, приехали, сейчас, сейчас надо будет поставить, и это был вот этот проект Blind Side, которым я очень горжусь вот этой вот спиралью, ну и разработчики из Астрашока проклинали всех, и меня, и Даню, но мы это собрали, и последнее, что я делал с Даней, это его проект для кристаллов, который нереально суперкоррект, красивый, это он делал вместе с скульптором Майкл Джу, NFT коллекцию, которая берет твои данные из кошелька, твоего цифрового, и на основе этих, на основе разных данных генерирует какой-то кристалл, потому что, насколько я понял, этот скульптор Майкл Джу, он угорает по кристаллам, кораллам, вот этим всем подводным мирам, и от Даня, это, естественно, все может визуализировать на этом уровне, запрограммировать, то есть это же все, это же не вручную делается, насколько я понял, то есть он написал код, который генерирует эту штуку на всех этих фермах, и при каждой покупке, и перепродаже, и перепродаже, этот кристалл нарастает новыми данными новых владельцев, и превращается в какие-то нереально суперкрасивые объекты, которые можно коллекционировать, тренировать там, опять же там, перепродавать и так далее, но вот эта вся NFT-движуха, это немного такой мир, еще я в нем не супер разбираюсь, но все о нем сейчас тоже говорят, ну и мы с ним вместе делаем, потому что у нас, мы нереально супердоверяем друг другу, Даня нереально крутой профессионал в своей, вот в своем, мне кажется, что мы с ним часто похожи тем, что ему, вот Даня тоже, дай комп, дай софт, дай задачу, и он в норе как крот просто вот до бесконечности там и забудет и поесть, и поспать, будет сидеть ковыряться, и я вот точно такой же иногда, то есть мне очень нравится, я работаю в командах, но мне очень нравится часто вот одному сидеть и разбираться, то есть вот пока не разберусь, я не, никуда не пойду, я там, вот мне надо как бы ковыряться, и у нас достаточно разные дисциплины, то есть Даня не вмешивается в веб, и он сто процентов доверяет всему тому, что происходит, вот я начинаю делать какие-то там, или сайты, или приложения, это как бы вот я делаю, а Даня делает вот CG, генеративные всякие штуки, арт, визуализацию, это то, что я не умею как раз делать, и вот мы часто срабатываемся, ну потому что он также еще суперответственный, то есть если он скажет, это будет сделано тогда-то, это мне кажется Америка закаляет, то есть тут один из главных плюсов работы в Америке, тут это все вот будет сделано в среду, значит, что будет сделано в среду, классно все будет работать, все будет двигаться, без ошибок, все будет перепроверено, это значит, к среде я сделаю не первый вариант, это значит, я к среде попробую шесть вариантов, и к среде будет вот именно тот один ответ, из многих ответов, который я считаю самым правильным в данный момент, и вот, да, дальше дело-то. Вот такие вот нас, так вот мы с Даней вместе делаем проекты время от времени. Да, Даня вообще, большой, не знаю даже, не уважение, а любовь просто какая-то за все, что он делает и как, это не с точки зрения даже, не только качества, а просто какой-то такой, типа, блин, просто мы сделали, решили, а потом это становится каким-то новым, не знаю, открытием для многих. Слушай, ты как раз упомянул сейчас, что тебе интересно, тебе интересно иногда, ковыряться самому, сидеть, и как бы вне команды условно работать, просто, ну, так сильно сфокусировано, и здесь хотелось как раз поднять ту тему, про которую мы с тобой хотели поговорить, по поводу, твоего такого пути, да, и той роли, к которой ты сейчас пришел, который тебе, насколько я понимаю, там очень комфортно, и вообще, мне нравится. И здесь, для тех, кто, наверное, может быть, не знаю, не так долго за Антоном, следил, Антон ранее был в течение восьми лет, да, по-моему? Почти девяти, да. Глобальным, креативным директором, такой, ну, сейчас вроде студия просто, FI называется, или Fantasy, она несколько раз как-то упомянулась. Нет, владелец всегда мечтал, пока я там был, он всегда хотел называть ее Fantasy, и он говорит, все клиенты к нам так, нас так называют, и так далее, и там была такая небольшая группа людей, которые тогда руководили, всей студией, у нас четыре человека было, и мы такие, нет, 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 ну, как бы, в смысле, я, очень странное название, я работаю в Fantasy, еще часто раньше, когда я там работал, у меня была виза, рабочая в Америке, виза часто пишут, прописывают, где ты работаешь, потому что называется спонсорская виза, то есть твоя работа предоставляет тебе визу, чтобы ты жил и работал в Америке, и там было написано Fantasy Interactive, на самой визе, и я тогда очень часто летал, и каждый раз, когда я проходил границу, этот контроль, я давал паспорт, они смотрят на паспорт, я гражданин Эстонии, и они смотрят на эту вклеенную визу, видят название это Fantasy Interactive, ты где работаешь? я говорю, я делаю сайты, такое смотрит название, понятно, какие сайты, проходили, и у нас всегда была какая-то такая аллергия против этого слова Fantasy, и мы называли просто FI, а как только мы ушли, все быстро перемировалось, и мы такие все. Ну вот, Антон был почти 9 лет, да, глобальным креативным директором, то есть управлял кучей людей, делал кучу проектов, и постоянно, насколько я понимаю, летал между вообще там континентами, странами, и так далее, и ну кажется, что это можно считать там в рамках какой-то карьеры, да, вот какой-то классной, высокой там точкой, к которой все стремятся, и так далее, но при этом в какой-то момент, да, вы с Арин, или Ирен, как правильно? Ну, так же, ну, по-испански, Ирена, в Америке, это, конечно же, Арин, так же, как и я тут, не Антона, Антона, все буквы другими сразу же становятся. Ну вот, и ребята ушли, сделали свою студию вдвоем, и, насколько я понимаю, прекрасно себя чувствуют. Вот можешь рассказать вообще, в какой роли ты сейчас находишься, как ты себя вот ощущаешь без, не знаю, да, вот этого корпоративного, там, куча всего, или, может быть, вы работаете с корпоративными клиентами, как-то очень плотно, и поэтому это остается. Просто вот интересно сейчас, как у вас вообще, ну, даже, не у вас, может быть, а как у тебя сейчас вот, к этому всему отношения, как тебе это видится с твоими глазами сейчас? слушай, очень, я думаю, что поменялось достаточно сильно, и для меня, лично, в лучшую сторону. Ну, потому, и, я не вижу ничего плохого в корпоративных клиентах, это все-таки, как бы, дизайн, он тоже дизайн, я просто, очень часто люблю делать какие-то вещи, которые на стыке дизайна и чего-то еще. Но мы часто работаем с клиентами, в смысле часто, большинство времени мы на самом деле проводим, работая с клиентами, но мы выбираем больше клиентов, чем когда я работал в агентстве, потому что в агентстве у тебя есть куча людей, всем им надо платить зарплату, и при этом еще когда у тебя агентство, у тебя есть очень много людей, которые не делают непосредственную работу, которая продается, в Америке это называется overhead, это может быть аккаунтент, это CEO, кстати, тоже туда входит. Это куча людей, которые не занимаются продакшеном, за которые потом клиент платит деньги, и поэтому час сотрудника всегда дороже, потому что тогда еще включаются зарплаты всех других, то есть, грубо говоря, один сотрудник должен накормить двух сотрудников всегда, и это всегда есть какое-то давление, то есть, и в Америке зарплаты большие, тут все дорого, и ты часто берешь ту работу, которую ты не очень хочешь делать, или ты часто едешь на волне, то есть, это когда, у нас в Wi-Fi такого было много раз, мы там сделали одну газету, и потом полтора года делали все газеты, потом мы как-то добрались до авиалинии, и потом мы полтора года сидели с авиалинией, то есть, продажником сразу становится, у нас не было никогда продажников Wi-Fi, но этим занимался как раз Дэвид, основатель, но ему легче как-то, то есть, посмотрите, мы вот работали там с сингапурскими авиалиниями, с этими, с этими, и поэтому ты потом едешь на волне, как бы, вот этого стаффа, и понятное дело, что это начинает, не то, чтобы надоедать, но как бы хочется пробовать, и делать разные другие вещи, и мы больше как-то выбираем клиентов, мы делаем клиенты, которые, работаем с клиентами, которые, и мы так зарабатываем, нам надо и аренду платить, и там медицинскую страховку, и там все подряд, и поэтому у нас есть какие-то, что-то у меня сломалось, из последнего, что мы делаем, это мы работали последние где-то полтора-два года с музеем в Гонконге, то есть в Гонконге открывается новый музей современного искусства, очень большой, здание построили Херцег де Мирон, тут оно вот в галерее видно, вот я нажму, а тут, наверное, нельзя, галерея сама крутится, и они пришли, на самом деле, кстати, это к тому, что, о разнице, этот музей пришел суперточечно к трем компаниям, они пришли к нам, чтобы сделать весь диджитал, то есть мы делали инсайт, в основном-то сайт, но плюс весь этот дизайн, язык, который они используют на этих будках, на всяких инсталляциях внутри музея и так далее, они пришли к очень маленькому агентству графического дизайна в Голландии, называется Тоник, они делают брендинг для всяких вот культурных институций и так далее, и они пришли к очень небольшой компании, которая делает бэкэнд в Англии, и там тоже не так много людей как бы работало, то есть тоже это большая организация в Гонконге, культурная, музей, они не, они выбрали три очень маленькие студии, то есть на уровне вообще фрилансеров практически, и сделали вот этот вот гигантский проект, который мы до сих пор запускаем, то есть мы где-то вот 50% его уже запустили, и какую-то часть еще дальше запускаем, ну и плюс самый главный был для меня такой selling point для того, чтобы просто уйти, это чтобы я мог заниматься рандомными вещами, которые мне интересны, и о которых меня никто никогда не просил, то есть мы какие-то вещи делаем вдвоем с Арин, так у нас был, допустим, мы сделали тогда первый интерактивный документальный фильм One Short House про дом, в котором выросла Арин в Амстердаме, его увидели Икея, и с нам потом Икея заплатила денег, чтобы мы сделали сиквел к нему, то есть мы сделали там такой проект, там я делал часы, вот сколько лет я ковырялся, где они тут, да, вот это, то есть мы брали деньги, которые мы заработали с клиентов, и я потом как бы заказал партию, то есть я работал там с инженером, платил зарплату, я потом сделал партию в Гонконге в том же самом, там 500 этих часов, плюс у меня есть время делать какие-то вот сумасшедшие проекты, зданий, то есть по поводу того же Blindside, то есть это очень много работы, то есть он суперпростой сайт, и на самом деле тоже, как и все, что когда ты пытаешься сделать хорошо, это кажется, что, ну что тут три недели я подсижу, поговоряюсь, и все будет норм, я сделаю там один темплейт, и мы потом, знаешь, как все менеджеры, им по темплейтику потом все нормально, там все соберем, все будет красиво, и ты просто потом понимаешь, что нихера нету, нету никаких темплейтов, все надо делать руками, все надо ковыряться, и это потом просто переходит вот то, что я пытался тут открыть, вручную собрана каждая история, потому что я как дизайнер должен следить за ритмом, потому что ты по темплейту соберешь там три картинки, все, это как бы народ, человек сразу теряется в истории, слишком много картинок подряд, ты не понимаешь, что к чему относятся, то есть, или слишком много текста подряд, что как раз любое CMS, как бы, да, любому человеку CMS там просто будет писать до бесконечности, и как бы, я потом просто понимаю, что мне каждую историю надо собирать, у меня слетели шрифты, конечно, собирать вручную, то есть смотреть, сколько места займет каждая картинка, надо ли эту картинку обработать, надо ли ее ставить вместе с текстом, можно ли на нее увеличивать, давайте покажем две, чтобы была видна разница, давайте потом ставим текст, а вот этот текст не надо так писать, потому что должен чувствоваться ритм, что тут это важнее, чем то, и так далее, и потом ты просто три месяца сидишь и страдаешь вот этим уже, как бы, делаешь все постепенно, как бы, скрупулезно, потом Даня, я поменял картинки, у-у-у, давайте менять картинки, и у меня никогда не было бы три месяца, я бы не мог, понятное дело, что это не три месяца, каждый день по восемь часов, это я тут посидел, там посидел, на выходных, тут вечером, тут надо срочно программистам что-то ответить, но у меня просто освободилось безумное количество времени, чтобы заниматься какими-то своими проектами, своими экспериментами, и даже если увидят их пять человек, для меня, я намного более как бы, счастливый от этого, чем я сделаю какой-то кусок говна, который увидят полмиллиона человек, ну, то есть для меня вот так вот это вот четко стоит, я поэтому всегда, как бы, если кто-то приходит с проектом и говорят, этим проектом будет пользоваться один миллион человек, для меня это значение ноль, ну, потому что один миллион человек может увидеть говно, как бы толку-то, количество людей, которые увидят проект, который делал, для меня никогда и до сих пор не имеет ни малейшего значения, то есть, если это делается проект, вот его увидят три человека, я его буду делать так же скрупулезно, как и проект, который увидит там миллион человек, то есть для меня эта разница вообще не имеет, допустим. То есть какая разница, сколько вы увидите. И вот у меня освобождается время заниматься как раз. Траты ли это времени? Я думаю, что для многих дизайнеров – да. И я с ними как бы даже не буду, наверное, спорить. То есть, может быть, это так и есть. Но это то, что мне нравится делать. Это то, от чего я могу кайфовать. Это там, где я всегда учу новые навыки. То есть там, опять же, я в последнее время стал учить 3D. Вот у меня в пандемию особенно я пытался до этого, как-то у меня было два подхода неудачных. А в пандемию я поставил себе синему, поставил там коронарендерер. И сейчас я делаю клиентский проект, физический, то есть физический объект. То есть там даже наняли нас на дизайн. А дизайн – я делаю брендинг, я делаю приложение, я делаю весь продукт. Вот это все, куда, что нажать там. И я теперь даже делаю рендеры, преддаю форму каким-то объектам и придумываю, как люди даже будут с ними взаимодействовать. Опять же, я бы не смог бы этим… Во-первых, агентство бы этот проект не взяло, потому что я не эксперт в этом, но я работаю с другими инженерами. Но подумать-то можно, и визуализировать тоже можно. И плюс, если бы это было агентство, надо было бы искать, кого-то нанимать и так далее. А так вот я два года учу 3D, и теперь суперкомфортно сижу, мы что-то обсуждаем с клиентом, я делаю скетчи, я потом это как могу смоделил, как мог отрендерил, а в Photoshop это все сделал охеренно суперклассно, потому что в 3D я еще не так хорошо умею все делать. И опять же, After Effects или там какие-то вещи, то есть мы предлагаем клиентам какие-то вещи, которые они клиент никогда не просят. Мы хотим просто делать, мы как бы приходим и говорим, давайте делать так. Клиент говорит, ну почему бы и нет? У меня, кстати, тоже когда спрашивают, мне кажется, что в любом проекте ты как дизайнер ответственный за то, чтобы он был классным, потому что клиент, это не задача клиента прийти к тебе с охереннейшим грифом. То есть клиент тебе приходит, вот им надо что-то сделать. А ты как дизайнер можешь придумать, вот допустим, компания, которая занимается рекрутингом. Они нас не просили придумывать им рендерить комнаты с их буквами и так далее. То есть вот мы сами себе придумываем как бы элементы проекта или какие-то вещи проекта, которые клиент никогда не просил, но они суперинтересны, нам интересно зарыться в этих комнатах, материалах, и мы сделаем разные комнаты под каждый, допустим, элемент. Это вот, допустим, отдел компании, которая ищет сотрудников, они пишут свой софт, как они там ищут и там фильтруют сотрудников. Они, development, это они делают, они, когда компания не хочет нанимать нового сотрудника, она хочет вырастить сотрудника изнутри до уровня CEO. Вот они вот такие услуги предлагают. И мы делаем там, ой, должно выглядеть как домино, и там оно должно там двигаться и так далее. То есть клиент никогда этих вещей не попросят, это никогда не будет в брейфе. То есть ты сам, и понятное дело, что мы потом сидим, кайфуем, и делаем какие-то, рендерим штуки, придумываем какие-то идеи, чтобы это все выглядело интересно, чтобы, когда ищут там рекрутинговую компанию и видят эту, и видят 20 других, которые там в WordPress собраны, там непонятно что, запомнили бы этих, там связались бы с ними, там и так далее. И вот у нас, или допустим, сайт The.Lighting, это сайт компании, которая производит свет. Я не буду уходить грубо в детали, но есть какие-то вещи, которые опять же нас клиент никогда не просил делать. Мы нашли в архивах книги, а что тут какие-то? Ну ладно. Допустим, мы нашли книги, им делал годовой отчет архитектор и дизайнер Перр Арнольди. И мы потом сидели две недели, а давайте мы эти книги сделаем цифровыми. То есть опять же, мне очень нравятся книги, и это была у книги, была просто такая обложка. И мы потом просто придумали, давайте мы сделаем какие-то вещи, которые никто нас не просил. Понятное дело, что 99% сайта это про функцию, там куча фильтров, очень легко искать, там свет для архитекторов, там куча настроек, для дизайнеров интерьера, там куча настроек, то есть это просто проект-проект. Но нам надо вот где-то что-то придумать. Тут, кстати, можно полистать и найти, почему-то вот загмайстера не грузится штука, но мне кажется, сломалась. Или в другом браузере надо посмотреть. У нас тут, кстати, есть такое же видео, где написано Антон и Арен, мы там хакнули эту штуку, научились менять текст. Или вот тоже художник, Аниш Капур сделал книгу, а мы потом это анимировали. Ну и вот, мне кажется, что вот эти вот вещи, которые показывают, рандомные, что от выставок, что от экспозиции, и у меня тут куча ссылок дальше, если что интересно, это ты потом сам должен просто клиенту прийти и сказать, знаете что, вам это надо, вы не знаете, но вам это надо. И потом просидишь и делаешь. Это не так просто, я сейчас утрирую, понятное дело, я не хочу как бы, как Франклин с гордыней то, что уставляться, но это возможно. Так, вот это будет лучшее слово. Слушай, это круто, что вот, не знаю, ты с таким большим энтузиазмом рассказываешь не только про какие-то вещи, там, не знаю, про управление, да, организацию процесса и так далее, хотя казалось бы, ты уже вроде сделал там все, все, что можно было, ну, по большому счету, там сделать, и при этом тебе в кайф самому до сих пор сидеть и копаться. И насколько, ну, условно, кажется, что там в фэнтези, да, вот если я тебя правильно понял, не так просто было бы такие эксперименты проводить, да, то есть не так просто было бы, да даже предложить что-то сверх клиенту, потому что все равно это все в рамках там обсчитанного бюджета, там куча людей вовлечено, надо как бы, чтобы приход и расход все сошлось и так далее. а здесь как бы есть некая свобода для тебя самого в первую очередь, правильно? Да, ну, слушай, даже там мы пытались иногда делать, и какие-то штуки мы пропихивали, но это всегда, это, знаешь, это все превращалось с такое, тебе надо это продать не только клиенту, а продать еще внутри, то есть это дополнительный слой. Он, с этим многие сталкиваются, с этим надо работать, в этом нет ничего страшного, но когда ты начинаешь еще продюсеру объяснять, почему нам это надо делать, а продюсер нет, мы согласились на это, у нас есть уже план, бюджет и так далее, ты как бы просто понимаешь, что иногда случилось такое ощущение, что это сложнее продать внутри, нежели чем продать клиенту, и как бы вот этот вот барьер, он уходит, и остается только мы клиент сейчас, и мы сами решаем, что мы будем делать, что не будем делать. Ну и плюс мне всегда хотелось, мне нравилось быть дизайнером, на самом деле, мне не так нравилось быть директором, то есть понятное дело, что я от руководства никуда не денусь, и я руковожу в плане, я работаю с клиентом, мы делаем те же самые планы, мы с клиентом постоянно общаемся, плюс на мне вся разработка, то есть мы делаем и фронтенд, и бэкэнд, для большинства наших проектов, и я работаю со студией Астрошок в Москве над почти всеми нашими проектами, ну, пока клиент сам не делает сборку, допустим, какие-то части Spotify мы делали, сами собирали, какие-то части Spotify там, они сами хотят все внутри собрать, вот, и нам, то есть это какое-какое, какое-такое вот руководство все-таки тоже, то есть мне там с ребятами надо работать, составлять планы, давать комментарии и так далее, но этот, такое количество, это еще, ну, как бы я все равно это воспринимаю больше как процесс, а когда ты руководишь командой дизайнеров, которые делают совершенно другие проекты, в которые ты, у тебя нету достаточно времени вникнуть, и ты все равно, этот Петя заболел, этот не пришел, этот не хочет работать над этим проектом, продюсер приходит начинать жаловаться, что там кто-то еще-то ляпнул клиенту, надо пойти там и успокоить, а потом оказывается, что три дизайнера через две недели освобождаются, знаете ли вы, они заканчивают проект, давайте их засунем уже в существующие проекты и цену еще накрутим клиенту, на который они уже согласились, или давайте сейчас начнем, вот ровно надо пичить, потому что вот эти вот трем дизайнерам нужны будут проекты, и вот когда ты на это тратишь большинство своего времени, мне это просто не нравилось, это не мое, то есть я этим, я не получал никакого удовольствия от этого, когда ты этим занимаешься меньше, чем половину времени, это бог, то есть может другой ты компенсируешь именно созданием чего-то. Понял, ну то есть кратко, наверное, резюмируя вообще весь этот вопрос, ты бы хотел, чтобы ваша студия выросла, не знаю, там до 60, например, человек, когда у тебя там куча дизайнеров, не знаю, 3D, там, иллюстраторов всех подряд, и чтобы этим всем руководить, или ты предпочел бы вот вообще остаться как есть и кайфовать как бы самому? Слушай, как бы никогда не говори нет, пока у меня есть энергия, там, пока я могу работать, слушай, наша студия сколько? С 14-го года мы существуем, у нас двое, то есть мы не выросли вообще ни разу за все это время, то есть мы это все делаем сами или работаем, нанимаем очень много проектов, где мы, если нам надо супер 3D, и мне кажется, сейчас уже как-то тоже не актуально как-то иметь студии, и чем больше, тем лучше, и чтобы там все какие-то возможности предлагать клиенту от стратегии до полета в космос и так далее, то есть, когда нам надо 3D, мы нанимаем вот ребята из Барселоны, наши друзья, 6 and 5, то есть, вот эти вот комнаты, которые я показывал, мы делали какие-то первые рендеры и там тесты, а потом ребята из 6 and 5 нам сделали там офигенный рендер, или там, если мне надо будет какое-то там, в Гудине, что-то собранное, я там Даню напишу, то есть, когда нам нужна какая-то серьезная анимация, которую я не могу быстро сделать, потому что я очень медленно работаю в After Effects, у нас вот есть этот кореш Пол, мы сразу Пол, нам надо, у нас такой проект, делаем часы для Google, надо заанимировать, туда-туда поотвечать, да, то есть, какие-то проверенные люди, с кем мы много работали, вот мы их просто подтягиваем на проекты, а так, чтобы иметь какую-то студию, где куча людей, скорее всего, нет, ну, потому что это не, мне кажется, это уже супер неактуально в 21 году, плюс, чем больше у тебя, чем больше у тебя специалистов внутри, и ты будешь обязан им находить работу, то есть, у тебя есть 3D-шник, который супер идеальный на этот проект, но проектам, где нужен 3D, у тебя может быть один в два года, а все остальное время, чем ты будешь занимать этого человека, то есть, это не, как-то это больше не работает, мне кажется. просто интересно смотреть на контраст разных мнений, да, потому что, ну, это вот то, о чем мы тоже перед созвоном говорили, про то, что в России, кажется, есть какое-то вот, ну, желание скорее себя назвать там директором, да, и, ну, то есть, знаешь, там все же пишут, мы растем, нанимаем еще 17 дизайнеров, мы опять растем, хотя там непонятно, сколько там уволилось, сколько там нанялось, но как бы, то есть, все как бы хотят показать, что вот, много, много, много всего вокруг у меня, короче, и так далее, и интересно, что, ну, это может работать вообще абсолютно с противоположной стороны, потому что кажется, что ты, как там, не знаю, человек, который, в принципе, условно всем все доказал, и не надо больше вроде какие-то бейджики или лейблы не совершить, вот, круто, что ты говоришь открыто про то, что вот такой способ, он, ну, чуть ли не лучше, опять же, да, то есть, тут для каждого своя история актуальна, но тем не менее. Слушай, здесь еще, на самом деле, вопросов много поднаприходило, насколько ты еще хочешь показывать какие-то штуки? вообще без проблем, как удобно. Да, я одну штуку скажу по поводу того, что ты сказал последнее. Мне кажется, что, и вот это вот руководителям, те, кто руководят разными, особенно большими компаниями, мне кажется, что в дизайн-индустрии, ну, по крайней мере, в диджитале, и я, кстати, не знаю, с разработчиками может быть немного по-другому. Есть такое ощущение, что если тебе нравится заниматься, есть разные люди, есть люди, которые обожают руководить. К сожалению, я таких встречал очень мало в своей жизни, но я встречал охереннейших креативных директоров. Три процента из ста за всю мою жизнь были прямо суперкрутые креативные директора, которые очень четко знают, что они делают. И есть такое просто ощущение, что если ты дизайнер и ты растешь, то это твой единственный путь. И на самом деле нет, но с другой стороны никто не предлагает роста внутри какой-то специализации. Ну, вот представь, что ты работаешь в какой-то компании, я не знаю, какие компании там есть в России, но, допустим, я точно знаю, что если ты в Google, то ты добиваешься, ты как дизайнер можешь дойти до какого-то уровня не руководителя и дальше тебе некуда идти. То есть у тебя нету просто мотивации оставаться дальше в компании, совершенствоваться, становиться лучше дизайнером, накапливать какой-то опыт разных решений. То есть у тебя единственная дорога становиться дальше менеджером и руководить. И мне кажется, что, я думаю, очень много компаний выиграло бы, если бы они смотрели бы на какое-то заветвление. То есть есть люди, которые умеют руководить, они только выиграют от этого и команда от этого только выиграет. а есть люди, от которых команда выиграет, если им не давать руководство. То есть они должны оставаться какими-то специалистами. Это не означает, что ты будешь делать то же самое. Ты все равно становишься лучше, ты совершенствоваешь, ты придумываешь новые какие-то решения и какие-то новые ходы, но при этом у тебя также должна расти зарплата, расти какая-нибудь другая должность, должность эксперта, senior экспорт. я думаю, что многие компании, если кто-то слушает или они работают в таких компаниях, придите, скажите, я хочу дальше вас расти, становиться лучше, но я не хочу быть руководителем. Придумайте для меня должность. Да, кстати, кажется, что будто бы в каких-то местах уже появляется такое разветвление, когда ты можешь расти в дизайн-менеджер, а можешь расти в принцип дизайнер. Класс. На Западе насколько вообще, в Штатах в частности или может в Испании, в Барселоне ты может с кем-то пересекался, насколько там есть какая-то такая тенденция или нет, потому что это всегда вопрос дизайн-менеджер versus индивидуальный контрибьютор и все время непонятно насколько этот вопрос, насколько эта проблема разрешима или нет. Вот интересно в твое поле в Америке или где-то в других странах попадает ли что-то? Может ты слышишь, что да, окей, в одной или двух компаниях, но тоже появляется какое-то разветвление и что-то такое, то есть можно расти, не переходя в менеджерский трек? Я уверен, что есть, но также я уверен, что это не является чем-то обыденным и что это есть везде, потому что я бы об этом знал бы. И поэтому я думаю, что очень многие дизайнеры, они... Есть очень много дизайнеров, которые хотят быть менеджерами, но они очень херовые менеджеры, тут с этим тоже ничего не поделают, они идут в эту профессию и портят всем все. Такое тоже бывает, от этого никуда не денешься. Есть много дизайнеров, которые хотят быть менеджерами, идут туда, и у них все хорошо, классно и успешно, ну и вот и все. То есть это вот эти две самые истории, которые чаще всего слышно. я думаю, что есть, и я просто не так много сейчас знаю и так много слежу, но опять же, мне не кажется, что это норма, то есть это не так, что в каждой компании это есть и все к этому привыкли, то есть что есть какие-то... Есть такое ощущение, что вот у программистов такая штука точно есть, потому вот, то есть они не обязательно становятся менеджерами, а у них есть какой-то карьерный рост внутри какого-то своего супер такого специализации какой-то. Понял. Окей. Слушай, и тут был еще такой вопрос, который мог бы показаться поверхностным и минорным, но почему-то в свете того, как когда-то показал рабочий макет, он показался актуальным. Вопрос, если его немного чуть-чуть перефразировать по поводу там, ну, условно, дизайн-систем, да, то есть, я не знаю, в России, по крайней мере, все уже это просто, мне кажется, вдоль, поперед уже 15 конференций и все друг другу показывают, какие у них, но, и поэтому кажется, что, блин, вроде уже здесь особо нечего сказать, но вот интересно, потому что кажется, что в твоих персональных макетах, да, там, условно, ну, проще работать с каким-то набором стилей и индивидуально подгонять, да, вот, как ты сказал, да, там, по ритму, чтобы все складывалось и так далее, но вообще, какое у тебя отношение, просто, чтобы удовлетворить интерес ребят к дизайну системам, насколько тебе комфортно с ними работать, или ты из тех, кто, ну, сразу детачат любой, любой компонент, просто разбирая его и начинает переделывать? Не знаю, я скажу честно, я думаю, что дизайн системы это такой немного полувыдуманный термин, потому что я не могу представить дизайн без системы, ну, типа, и бывает дизайн без системы, который специальный такой дизайн, опять же, я сейчас буду скучным книжным червем, но вот есть такая Ирма Бум, голландский дизайнер, я коллекционирую прямо ее книги, они, там, книги про еду, мне все равно на еду, но вот я куплю ее книги, потому что она вручную собирает каждую страницу, и там нет никакой системы, но это такой стейтмент, то есть, но в принципе сложно представить себе дизайн без системы, то есть, это, собственно, зачем дизайнер-то и нужен, и поэтому как-то выделять дизайн-систему, что она есть, то есть, если под этим компонентов всяких там фигм и скетче, ну, окей, ну, и раньше так делали, просто в других программах, ну, блин, и опять же, если посмотрите на всякие исторические штуки, посмотрите на дизайн-мануалы, там, нью-йоркского метро, там, и так далее, где показано, с каким кернингом должна каждая буква стоять, там, на каждой станции метро, то есть, это было всегда, то есть, я просто иногда, знаешь, что пугает? Когда делать дизайн-систему до того, как сделали весь дизайн, вот тут я сразу как бы, ребята, до свидания, надеюсь, что у вас ничего не получится, скорее всего, ничего не получится, потому что дизайн-система, какая бы она ни была, какие бы это компоненты ни были, это все-таки, это результат работы, то есть, ты не можешь придумывать проект, начиная с дизайн-системы, то есть, это, дизайн-система, это конечный результат всего твоего этого процесса, который ты привел в каком-то общему виду, ну, собственно, даже для музея, я не знаю, сколько тут можно показывать, или, насколько у меня слетели шрифты или нет, то есть, это вот макет, и у меня есть какие-то элементы, мне это надо отдельно выносить, потому что клиент еще делает это для всяких инсталляций, для телевизоров в музее и так далее, но это результат, это не то, что я придумал в дизайн-систему, а теперь давайте придумаем приложение, которое подходит, из этих компонентов, то есть, это все такой процесс очень долгий, где-то собираешь разные продукты, не продукты, не знаю, там, что увидит человек на телефоне, когда он в музее, что увидит человек на сайте, когда он дома, смотрит на галереи, какие-то объекты, что увидит человек, когда он покупает билет уже в музее, там, на экране, то есть, это все на самом деле делается очень-очень один вид, и дизайн-система, это потом результат, для меня лично, это результат этой работы, то есть, ты потом как-то это все суммируешь, и пока ты это суммируешь, ты можешь находить какие-то кассеты, что, а смотри-ка, вот тут вот у меня есть, там, покупка билета, тут у меня там не такие нужны инпуты, они у меня там уже есть, понятное дело, что ты начинаешь модифицировать, но мне кажется, что это дефолтная работа дизайнера изначально, но ты как бы это тупо сделать, тут такой инпут, а там такой, ты дизайнер, и ты тоже, что он сделает неуденку. Кстати, я хочу, одну ссылку покажу, пока мы на этой теме, я не знаю, ответил ли я на этот вопрос, я не хочу показаться каким-то, но я считаю, что к дизайн-системе надо относиться очень просто, и не перехваливать, и не как-то переоценивать ее, мне кажется, это дефолтная задача, которую дизайнер должен выполнять, и, собственно, все. Насчет дизайн-систем, это вот у меня вот любимый сайт сейчас стал, примеры плохого UI, и я не знаю, сколько тут будет видно, я обожаю вещи такие. Допустим, какой-то номер телефона, сейчас я быстро его, сейчас я быстро его выберу, подожди, подожди, плюс один, или advanced mode, это самое классное, потому что тут можно вот так вот делать еще, то есть он начинается этот двигаться слайдер, и ты можешь разное выбирать. Тут очень много, это классно, это с календарем, то есть невозможно выбрать никакую дату, или то есть каждая дата прописана, то есть это просто, в терминах называется такой спекулятивный дизайн, это дизайн, который задает вопросы и чем дает решение, и для меня это тоже дизайн, то есть вот это пример плохого дизайна, но это тоже дизайн, и это классно, мне кажется, что это суперкруто, что дизайн как раз такой разнообразный, что ты можешь заниматься разным видом дизайна, ты тоже прочекаете этот сайт, очень классный. Класс. С телефоном прямо мы просто огонь. Так, слушай, есть, ну вернее, появился вопрос после того, как мы рассказали про то, что 9 лет почти работал в одной компании, и появился вопрос по поводу того, как вообще не перегореть, короче, на одном месте в течение настолько длительного времени. Как у тебя с этим? Слушай, я перегорал. Было, я помню пару моментов, когда я конкретно перегорал, но я думаю, что это еще плюсы по незнанию было, ну то есть я не знал, что я перегорал, я думаю, на тот момент, сколько там, 20, сколько с чем-то лет было. Я думаю, что ты со временем просто начинаешь проще относиться ко всему. Я думаю, что сколько там, лет 10 уже прошло, даже больше, я слишком серьезно к каким-то вещам относился, к которым на самом деле надо было относиться намного проще, когда что-то не получается или что-то не срабатывает, это не конец вселенной, и все можно сесть и пофиксить. Я думаю, что со временем, когда у тебя становится просто больше опыта, ты и более уверен в себе, ты более уверен в каких-то вещах, которые ты обещаешь клиенту, что ты сделаешь, что ты не сделаешь, что ты можешь, что ты не можешь, и когда, ты более проще относишься ко всяким вещам, ты более проще относишься к ошибкам, потому что ты все можешь это на самом деле позволить. Я понимаю, что человек, который у вас два года, совершенно другое отношение будет к этому. И я прям перегорал, но опять же, даже в тех проектах, когда я работал в Wi-Fi, для меня было, у меня были какие-то вещи, которые были ультиматумы. У меня всегда был, должен был быть проект, на котором я работаю, потому что руководство в виде CEO компании-основателя, он, Дэвид, не хотел, чтобы я работал над проектами, потому что он хотел, чтобы я руководил. Он хотел максимизировать мое присутствие там. Но у меня всегда был ультиматум, у меня всегда должен был быть один проект, и у меня, я блокировал себе часы, я сейчас работаю над этим проектом, не дергайте меня. И были конфликты по этому поводу, но вот у меня был всегда такой вот один проект. А как бы, ну, а что, или увольняйте. Ну, как бы, надо в какой-то момент нарисовать как прекрасную черту. Плюс были проекты, которые, опять же, мы предлагали какие-то вещи, которые клиент никогда не просил. У нас там есть долгая история про то, как мы стали снимать фильмы для Вакома. И Ваком никогда их не заказывал, они были не нужны, но мы придумали прямо, что им прямо это будет очень нужно. И мы потом проводили время там, занимаясь тем, чтобы экспериментировали со съемками, монтажом и так далее, как умели. То есть это вот, у меня вот формат делай свои какие-то проекты, учи новые скиллы, и потом обязательно применяя это в клиентских проектах, это вот для меня мантра номер один. То есть это меня спасало от каких-то клиентов, которые там мне не очень хотел с ними работать, или мне было скучно. это значит, что мне надо сесть и придумать, как сделать это, чтобы было классно мне. И если классно мне, то все будет получаться, потому что, опять же, знаешь, когда люди часто говорят про продажи, мне кажется, что чаще всего особенности, ты работаешь в команде, а digital, это всегда работа в команде, сложно работать все-таки одному. Нет известных digital дизайнеров, как мне кажется. Есть известные иллюстраторы, известные граф-дизайнеры, что можно теоретически все сделать. Тебе надо именно продать и вдохновить тем, с кем ты работаешь. Иногда больше даже, чем клиента. То есть я обязан, я не могу показывать свой дизайн и работать с ребятами, с разработчиками и говорить, ну, кусок говна, там, ну, это клиент их захотел и так далее. То есть у них такое же будет отношение к моему дизайну. Я не могу работать с джуниом-дизайнером и говорить, ну, посмотри, тут накидал, ну, так себе, ну, не знаю, попробуй ты что-нибудь. Я обязан как бы приходить и быть этим. Смотри, это охеренно. Как то, что, опять же, возвращаясь к Бенджамину Франклину, мы сделаем это так, а если мы сделаем так, это будет работать так, это все охерее, все будет круто. Я обязан на самом деле в первую очередь продать с Ирин, когда мы общаемся. То есть я там что-то сделал, дунь-джунь-джунь, я должен как бы, потому что только так все тогда будут на какой-то одной волне и станет получаться классный проект. Иногда это может оказаться важнее, чем продать даже проект клиенту. Слушай, извини, я могу на 5 секунд туалетную паузу сделать. Конечно, мы как раз с ребятами пока пообсуждаем и новых вопросов попробуем пособирать, хотя кажется, что тут есть. Давай. Ребят, да, ну ты можешь как, да. Ребят, пока есть момент, кажется, что можно еще понакидывать вопросов. Я, честно говоря, не знаю, сколько мы еще будем в эфире, потому что обычно мы стараемся уложиться в 90 минут, но кажется, что здесь еще чуть больше тем, которые интересно было бы обсудить. и так как непонятно еще, когда с Антоном удастся поговорить, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, какие вам интересны, потому что кажется, что даже вопросы какие-то там может быть кому-то они могут показаться поверхностными или еще что-то в этом духе, но тем не менее кажется, что можно всегда из них накопать что-то более глубокое и интересное и и что-то применимое применимое на практике. Так что можете прямо писать в чатике. Вижу много знакомых, кстати, в чате очень-очень приятно. Макс, привет! Ваня, Леша, вообще много знакомых это здорово. кстати, можете написать вы в чате опять же если у вас нет вопроса вы вообще дизайнер, дизайн-менеджер, владелец студии, фрилансер, иллюстратор или еще кто-то тоже будет интересно посмотреть такой срез. Так, слушай, ну мы здесь пока в общем озвучили озвучили запрос, вот так что можем продолжать. Единственное здесь к тому, что ты говорил по поводу опять же предложения клиенту тех штук, которых он как бы не просил, но которые интересны тебе лично и при этом они могут сильно там улучшить проект. Вот есть вопрос по какому принципу получается оценивать такие проекты, то есть в плане что ну то есть это как-то дополнительно продается или вы делаете это за свой счет, или вы договариваете о какой-то смежной цене там вот как происходит в твоем опыте да вот этот консенсус как вот к нему приходится. Да, я сейчас отвечу, но мне всегда тоже это я потом расскажу другую историю про просто не очень хочется уходить в менеджмент как мне кажется, потому что я этим занимаюсь, потому что мне надо этим заниматься, чтобы я имел свою свободу, чтобы я делал то, что мне нравится. Поэтому я занимаюсь менеджментом и работаю с клиентами, но это не моя самая любимая чай занятия. С точки зрения оценки это всегда уходит опять же в опыт, то есть когда мы говорим с клиентом впервые они нам озвучивают что им надо, мы садимся и придумываем, оцениваем сколько это может занять. И на этом уровне мы уже должны как-то заложить какие-то вещи фундаментальные там, если мы хотим делать это используя какие-то штуки, новые технологии, нам надо кого-то нанять, или у нас есть какая-то идея, которая, как ты сказал, это не только то, что я хочу туда вставить 3D и все, то есть это какой-то ответ все равно на бриф, потому что опять же просто вернусь немного на секунду к проекту, где мы делали 3D этих комнат для рекрутинговой компании, это был ответ на то, что нету визуального материала у такой компании, то есть у них нет красивых картинок, у них есть фотки сотрудников, я делаю рекрутингом, ну и все, то есть нам нужен какой-то ответ, это должно как-то визуально выглядеть, и ты как дизайнер, у тебя есть видео, у тебя есть фотография, у тебя есть 3D, у тебя есть типографика, у тебя композиция, то есть ты делаешь какой-то визуальный язык, чтобы это оформить, и 3D просто казалось, что будет лучшим ответом, и это все закладывается заранее, плюс у нас есть очень большие проекты, которые длятся 9-10 месяцев, как допустим с музеем M+, или как с лайтинговой этой компанией, там куски проекта оцениваются по-разному, то есть мы делаем какие-то такие вещи, такие вещи, потом там есть куча всяких доработок, и мы можем туда вставить какую-то новую часть, которую интересно сделать. Есть проекты, над которыми я сейчас работаю, о которых я не могу говорить, где делать какие-то физические объекты, это в Америке называется Times Materials, где меня покупают на 2 месяца, и мы как команда каждый понедельник созваниваемся и ставим какие-то новые задачи, они могут быть рандомные, то есть я там 3 недели делал брендинг, потом я делал упаковку, я никогда в жизни упаковку не делал, потом я делал физические объекты, потом я придумывал интерактивную модель для одного объекта, потом интерактивную модель для нескольких, а потом что-то еще, то есть и просто платится 3 месяца, и ты 3 месяца с ними работаешь, понедельник ты ставишь новую задачу, потом продлевает, если все идет классно, и вот мы на прошлой неделе контракт продлили еще на 3 месяца, и ты как бы дальше идешь, а там уже внутри этих ты сам придумываешь, сам уговариваешь, сам что-то делаешь и так далее, но конечно же не за свой счет, поэтому я к этому кстати очень критически отношусь, то есть я не понимаю, почему клиенту должно ввести, что ты что-то сделаешь бесплатно, поэтому это все обговаривается, это все обсуждается, были ли такие клиенты, сказали нет, конечно были, опять же я понимаю, что я могу звучать так, как будто в каждом проекте у меня там цветочки, радуга, и уникорн бегают, нет, есть клиенты, которые сказали нет, 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 но как бы это ваш проект, ваши деньги, мы сделаем то, что надо, мы сделаем лучший ответ, но я к тому, что это надо пробовать, и это надо пробовать каждый раз, и получаться, а если это пробовать через раз, у тебя будет в два раза меньше, то есть тут надо математику подгонять сразу. Окей, слушай, большой, интересный, как кажется, блок вопросов по поводу вообще образования, то есть по поводу твоего перехода отчасти в образование, преподавание в Harbour Space и так далее, и здесь есть два вопроса, один вопрос более прям общий, он в целом про образование, то есть вообще интересно твой опыт преподавания узнать, насколько тебе там нравится, не нравится, сложно, не сложно, ты уже говорил о том, что ты тоже испытываешь какой-то там синдром самозванца именно в роли преподавателя, да, и как это все меняется со временем, потому что я так понимаю, что ты уже ну довольно, я не знаю, сколько лет, но мне кажется, пять так точно преподаваешься. Шесть лет, да. Вот, а второй блок вопроса про образование, он конкретно про hardware space, опять же, я не знаю, насколько ты, ну кажется, что это в целом открытая информация, но просто интересно, есть ли там что-то особенное, зачем туда стоит идти, а чего там точно нельзя найти, не стоит на это, ну как бы, да, там этого искать и разочаровываться потом. можешь ответить на них в любом удобном тебе порядке, но вот такие два вопроса про образование появились. Ну да, у меня с образованием такое странное немного до сих пор, это такая единственная вещь, которую мне сложнее делать с каждым годом, я не понимаю, почему, то есть по идее должно становиться проще, но с каждым годом мне более нервозно или как-то по-другому начинают воспринимать с каждым годом сложнее и сложнее. Я не думаю, что я очень хороший преподаватель и я думаю, что очень часто я еще преподаю так вот, как я сейчас веду вот этот вот канал, то есть я могу зарыться на какую-то тему и очень долго что-то там со студентами обсуждать или там о чем-то там говорить и я преподаю там три класса последние сколько, пять-шесть лет уже нас когда-то вот меня и Арина позвали, чтобы быть директорами интерактивного модуля, то есть мы на самом деле прописали все классы, позвали много наших знакомых там преподавать, там окей, нам нужно что-то, кто-то серьезный чтобы рассказал про прототипы и вот там приезжал, я не знаю, сейчас он больше не ездит, но вот Миниш, с кем мы работали когда-то в Wi-Fi, а потом Миниш много лет работал и до сих пор работает в Google Maps и вот Миниш этим занимается, пускай на три недели приедет, расскажет про как они делают или там про стратегию мы позовем друзей, которые делают стратегию для там Оскар, там компании этой фарм, не фарма, медицинской страховки там тогда, вот они приедут или про брендинг там Мэтью приедет, расскажет и тогда, то есть мы раскидали какие-то вещи мы преподаем сами, я именно преподаю визуальный дизайн, хотя он не очень визуальный дизайн, интерактивный дизайн, потому что все-таки это должно все работать с взаимодействием с пользователем, это не статично и так как у меня название именно в дизайне, я как-то сам, как говорится, из говна и палки создал свой какой-то курс, то есть и я его создал так, как я думаю про дизайн. Он на самом деле очень, он с одной стороны очень не индивидуальный, такой эгоистичный, то есть это вот я, это вот я так вот вам показываю все опции, которые могут быть, но с другой стороны я тоже вижу свою роль больше даже в кураторстве, нежели чем в вдавании каких-то суперконкретных знаний, ну потому что, допустим, вот этот вот слайд, я, кстати, открыл, я думаю, может быть, надо будет делать интро, потому что у меня тут есть отдельное интро, которое студентам показываю, там, откуда я, там, что я делал, где я жил, чем я занимался, моя первая работа, кстати, вот я картинки такие делал, то есть даже вот с этими книгами у меня, я говорю, вот слушайте, вот есть куча теоретической информации, которая изложена до меня в нереально классном виде, возьмите, прочитайте свободное время, и у меня как бы образование строится на том, что я, я даю им задания, которые они делают в зависимости, там, у меня есть класс, который шесть недель идет, то есть там два модуля подряд просто, я им даю бриф, и они все, все это время делают это задание, и в течение этого задания я просто, вот как я вижу дизайн, вот как я вижу свой процесс, я говорю, на самом деле, и вот все шесть недель я буду говорить, как это вижу я, а вы обязаны пока что это повторять, я уеду, вы делайте как хотите, то есть вот у меня такой подход, но я им даю на самом деле очень много свободы, они там могут сами выбирать темы, там, сами работают над своими проектами, и я просто вот по сетке, вот по дизайн-дирекшну, конечно, у меня вот больше всего, то есть о том, как мы хотим, и очень много я рассказываю именно про визуальный дизайн и визуальный язык, потому что это, мне кажется, то, чему меньше всего сейчас уделяется часто времени, наверное, то есть, понятное дело, что должно утилитарно быть утилитарным, понятно, что там форм, полонфленшин и так далее, но в мире, в котором мы живем, когда у нас есть большой выбор, как сделать так, чтобы тебя видели, как сделать так, чтобы понимали вообще, как ты делаешь визуальный дизайн, ты говоришь с кем-то, разные вещи выглядят по-разному, хотя они могут решать одну и ту же задачу или проблему, и вот в этой главе, в пятой, я больше всего на этом как бы зацикливаюсь и рассказываю про какие-то вещи, где надо делать, слушаться, как делал Фим Кравл, а какие-то вещи, надо все-таки иногда и задуматься, потому что все-таки должна, там есть опция, и надо решить и сделать, как делал Ян Ван Торн, и я, допустим, там то же самое им часто рассказываю, привожу в пример портфолио, ну как бы как выглядит портфолио, мы сразу в голове видим какую-то конкретную картинку, как должно выглядеть портфолио, потому что у них, у портфолио есть какой-то свой язык, но когда мы делали портфолио для знакомой художницы Шантел Мартин, оно не выглядит как стандартный язык портфолио, где-то заходишь, у тебя просто там нейл, там какие-то фичер, там и так далее, и это сработало, то есть иногда какие-то вещи надо посмотреть на опцию, то есть опция А для нее портфолио, это просто тампнейлы на Squarespace собранный сайт, там посередине может быть есть какая-то опция, а есть вот какая-то сумасшедшая опция, где мы ее сфотографировали, все ее работы двигаются, там какие-то транзишены, там и так далее, и так далее, то есть я вот на эти вещи с ними смотрю, и как мне кажется, я даю студентам опции, то есть я говорю, что вот так правильно, вот так правильно, и вот по третьему тоже правильно, вы как дизайнер, вот ваша задача, это из трех правильных ответов выбрать самый правильный на сегодняшний день, ну потому что нету одного ответа, и вот я думаю, что я вот этим занимаюсь, потому что на самом деле то, как я пытаюсь еще это скоммуницировать, то, что они работают над одним и тем же брифом, ну у меня там обычно 20 студентов, но есть 20 супер разных результатов, из них обычно там 3-4 классных прямо, которые вот мы обсуждаем там в самом конце, когда они там делают презентации, и вот это вот у меня такой всегда финальный поинт, вот я вам все это все там шесть недель рассказываю про возможность выбора из разных вариантов правильных ответов, и вот мы в конце видим, что вы делаете один и тот же бриф, результаты разные, и этим, мне кажется, и прекрасен дизайн на самом деле, что это не какой-то есть один ответ, вот этот вот как Баухаусовский, я сейчас немного утрирую, я знаю, что там историки дизайна сейчас прицепятся, но все же как бы Баухаус топил за вот эту вот правильность формы, а нахера им так много чайников разных, вот это вот не всегда, то есть тут, ну как бы, есть всегда много правильных ответов, и в этом нет ничего страшного, и тем самым я там, это только одна лекция, ну не одна лекция, это один класс, у меня еще таких два PDF, тут, кстати, можно увидеть, тут 1912 страниц, почти, слайдов, но это на 6 недель у меня, плюс я с ними каждый день еще сажусь, то есть, я там еще, когда преподаю, преподаю каждый день, с 9 до часу, я даю задания, и каждый день, где-то с 9 до, иногда до 10, до, может быть, 11, и у меня лекция, то есть я открываю и начинаю, не знаю, как главу могу открыть, и тут у меня и история, и тут вот, и про книги, и про откуда что взялось, и про флэш, и про то, как Minority Report повлиял на индустрию интерактива в Америке, и почему это важно, потому что потом были вот такие примеры, и вот такие сайты, то есть, и когда ты сопоставляешь это и это, ты понимаешь, откуда что взялось, и почему, и про цвет, и про температуру, и про контраст, и про баланс белого, и почему я меняю картинки для каждого этого, и про все примеры, и про как это работало, а вот когда я делал Xbox интерфейс, это должно было быть так, а когда мы делали наш этот сайт, я вот так смотрю на цвет, и композиции, я им даю всегда маленькие задания какие-то еще, и так далее, то есть, тут куча просто информации, иногда это всегда выглядит немного как поток сознания, что мне не очень нравится, но по-другому пока что не научился, и не умею, и потом они, соответственно, делают свое задание, я сажусь с ними, смотрю на каждое, а, еще я делаю, я их заставляю индивидуально делать задания, у меня есть класс, а где они каждый сам за себя, как Battle Royale, ну, как бы, и я не оцениваю их финальный дизайн, потому что не каждый хочет быть дизайнером, на самом деле, опять же, дизайнер это очень большая профессия, но не каждый будет заниматься вот этим вот, но даже если, потому что есть студенты, которые хотят быть продюсерами, или там студенты, которые захотят заниматься только фронт-эндом, или стратегией, или очень много студентов хотят исключительно быть user experience делать, и не иметь никакого отношения к визуальному дизайну, что мне кажется, немного сумасшествием, ну, ты не можешь, как бы, так сильно отделить UX от всего, но это, как бы, это все вместе, но даже если они потом, я уверен, что каждый из них когда-нибудь будет делать PowerPoint, какую-нибудь презентацию чего-то, продавать там, а, половину из них хотят, естественно, быть свой и стартап делать, тут об этом же разговоры, у каждого там, у меня есть идея, то они хотя бы вспомнят мой класс о том, чтобы их презентация не выглядела, как кусок говна, они там подберут шрифт, они там нормально все, потому что их первая презентация, это как просто вырви глаз, это капец, а потом в конце они понимают, что почему тут шрифт должен быть большой, почему тут маленький, почему тут цвет, они хотя бы стараются подбирать, а некоторые из них прямо будут суперкрутыми дизайнерами, то есть там каждый год точно есть ребята, которые очень круто делают, ну ладно, не буду об этом долго, но вот это вот то, как я там преподаю, собственно. Супер, супер, спасибо, есть вопрос еще, почему у тебя получилось так сфокусироваться именно на диджит, или хотя, ну вроде ты говоришь, что ты как бы делаешь и брендинг, ну брендинг по сути, да, то есть разрабатываешь какой-то визуальный язык, но насколько там, я не знаю, если говорить про какие-то проценты, да, насколько часто ты там прям брендинг разрабатываешь, хотя у тебя, конечно, и сайты выглядят, по сути, как, как, как такие части, части какого-нибудь классного, крепкого стиля, чьи-то айдентики, созданные с нуля, вот у тебя какой подход вообще к этому всему, то есть кажется, что абсолютно точно работа с айдентикой входит в твою работу, но насколько много она места занимает, или может быть еще, кстати, помимо, не, ну хотя, да, ты же и 3D делаешь, и моушен, по сути, но, да, вот кажется, что диджит... я хочу какие-то, может быть, даже примеры у меня могут быть, я просто собираю, ну, смотри, я не могу сказать, что я суперспец по айдентике, но, типа, я не тот человек, к которому придет какой-то Банков Америка и так, давайте нам переделаем стиль, это, эти люди должны пойти в Пентаграм, они должны пойти в Волфолиенс, они должны пойти в 2x4, они должны идти к тем, кто на этом прямо специализируется, но есть очень много проектов, которые мы делаем, где брендинг важен, или, ну, допустим, Шантел Мартин, мы же делали ей брендинг тоже, который она до сих пор использует, то есть, это и набор, и как он будет использоваться, допустим, для всяких выставок, для ее, там, разных коллабораций с другими, там, компаниями, то есть, это все, я показываю какие-то просто отрывки отсюда, но самое прикольное, что вот там вышла потом Puma, целая коллаборация, вот этот вот весь логотип, он на всех, везде, причем был большой, там, напечатанный, и понятное дело, что когда я это делаю, там, вместе с Шантел, и я делаю и брендинг, и сайт, это все выглядит едино, но это, опять же, это задача дизайнера, то есть, ты не можешь сделать, чтобы это выглядело по-другому, и потом, также, допустим, показываю к студентам, рассказываю про гайды, и так далее, что, допустим, когда я работал с музеем, The Met, Metropolitan, это музей в Нью-Йорке такой, глава, институция такая, то есть, есть Лувр, есть Мед, есть в Питере, как он называется, этот, Эрмитаж, и, допустим, тут брендинг не делали, это делали, по-моему, Will Follens, да, Will Follens сделали брендинг, и тут смотри, моя задача, она относится к тому, что нравится мне он или нет, я должен его сделать так, вот как ты сказал, что сайт выглядит как часть брендинга, то есть, я не могу его утрировать, я не могу его прятать, то есть, вот какой бы он ни был, он должен быть вот виден, он должен быть прямо музей, и я это как раз вот студентам и показываю, и тут какие-то вещи мне, наверное, нельзя показывать, но, допустим, я смотрю на то, как выглядят их брокшуры, я смотрю на то, как будут выглядеть их программки, как выглядит карта, вот все, что делает граф-дизайн, и моя задача потом максимально, чтобы это было выражено в диджитале, чтобы ты, когда смотришь на всю эту историю, с двух ракурсов, она работала, первый ракурс, это полностью история, потому что ты, когда ты должен идти по Нью-Йорку, ты должен увидеть баннер с выставкой, ты должен, а, окей, такая-то выставка сейчас идет из Мете, там, ты должен потом зайти на телефоне, найти выставку, ты должен купить билет, у тебя этот физический билет, например, выглядит так, как-то это все должно быть, как будто это сделало один человек, на самом деле, там, одна институция, и, а, понятное дело, что это прямо разные, для такого клиента, как ты, нет, это делают разные компании, одна компания, это другая, это директор, это, и чаще всего, так как это делают разные компании, это, получается, супер разные, нестыковочные какие-то вещи, которые не принадлежат одной семье, и, мне кажется, что задача дизайнера тут как раз, что ты должен это сделать, прямо максимально, и мы с ними вот смотрим, допустим, стеделек, которые обновились, и сделали, вот это прямо, опять же, этот брендинг может нравиться, или не нравиться, это вообще другой разговор, на самом деле, но то, что это выглядит, как будто ты внутри одной экосистемы находишься, это так и надо делать, вот, наверное, вот про дизайн-системы, да, допустим, кто-то говорил, это своего рода тоже дизайн-система, то есть я увидел, у меня билет выглядит так же, сайт выглядит, я покупаю книгу с их коллекцией, то есть у этого всего есть какой-то язык, и он не выглядит как, там, Уитни, или он не выглядит как Третьяковская галерея, то есть это вот ты внутри, потому что у всех, у Лувра полный капец, у Тейт музея, как будто просто на Скориспейс, на Скориспейс, то это сайт сделал, и хорошо не забыл, ставил логотип, а остальное, вот этот вот хавтон такой, нигде не используется вообще никак, то есть у тебя билет выглядит так, постер выглядит так, сайт выглядит так, как бы фиг поймешь, или там, Прадо в Мадриде тоже там вырви глаз, Бритиш музей тоже как бы на Wordpress что-то собрал и как бы сидит довольный, то есть, ну вот Уитни, это вот один из примеров идеально собранной одной истории, опять же, это может, можно жаловаться, что тут какие-то вещи неудобны и так далее, но над этим стоит работать, и это все можно привести к общему, к какому-то работающему виду, но ты должен тут найти, как дизайнер, особенно Digital, моя задача вот смотреть на брендинг, который чаще всего делается до того, как зовут меня, и максимально этот мир как-то перенести на экран, и вот это, а этот мир, может быть, мне очень и не нравится, я вот, кстати, студентам показываю, был бренд у компании HTC, который был такой суперрисованный, то есть, я думал, что это выглядит очень по-дурацки, то есть, это не выглядит, как какая-то супер-хай-тек компания, вот, это работало на уровне, что они очень сильно выделялись от Apple и Samsung, то есть, им это помогало, что ты, когда видел их рекламу, ты знал, что это не Samsung, это не Apple, что это HTC, это какой-то 2009 год, наверное, но, как бы, стиль, он немножко такой дурацкий, но тогда вот я придумал делать мультики, которые тоже клиент не очень просил, они хотели просто сайт, там, на котором можно рассказывать про функции, как бы, давайте сделаем максимально этот бренд-язык, выведем и начнем, чтобы это визуально, как бы, люди чувствовали, что они сейчас, это не Apple, это не Samsung, они увидели, там, billboard, там, такой-то, они зашли на сайт, они, там, в таком виде узнали про новые функции, и так далее, то есть это вот для меня вот именно вот визуальный язык, и, надеюсь, я ответил на вопрос, то есть часто мы это делаем сами с точки зрения брендинга, а часто я, как бы, моя задача вот именно визуального дизайнера это взять то, что сделано до нас и максимально правильно, максимально успешно, максимально, это, опять же, не кричать людям, ну, как сейчас кричит этот логотип на весь экран, но, как бы, максимально комфортно этот брендинг использовать в цифровом виде, и, мне кажется, к сожалению, не все пытаются это делать сегодня. Понял, окей. Так, я думаю, что, ребят, да, на вопрос ответили. Есть еще, как бы, вопрос, который, наверное, тоже много раз раскрывал, ну, вот, видишь, наверное, не все ребята еще, да, там, хорошо знают историю, именно вашу с Арин, как так получилось, что вот у вас студия и так далее. И вопрос, как вы познакомились и почему решили работать вдвоем? Можешь, наверное, здесь, ну, вкратце просто рассказать, как было все? Познакомились мы в Wi-Fi, я на тот момент переехал из Стокгольма, где я начал работать в Wi-Fi, в Нью-Йорк, 2008 год, Рин, мне кажется, начала тоже или в восьмом или в девятом году ее наняли, она была чуть ли не первым UX-человеком, ну, в смысле, отдельный специалист, то есть до этого там дизайнеры делались на свете, она была вот как отдельный специалист, поэтому ее наняли тогда в Wi-Fi, нам было приблизительно одного возраста и на тот момент, когда я переехал в Нью-Йорк, я не был еще, я директором стал случайно, потому что в какой-то момент почти все дизайнеры ушли, а я был человек, который не говорил нет, я там надо делать, сделаю вообще как бы похер и в какой-то момент не было никаких дизайнеров, я был чуть ли не единственный дизайнер в Нью-Йорке, по-моему, один я остался на какой-то момент, я делал все проекты, как бы вообще без разговоров, и потом настало время нанимать и понятно, что пришли ко мне, типа, а каких дизайнеров надо нанять, я такой, а вот этого было классно нанять, ну позвони ему, поговори, и так меня бросили вообще в мир интервью, в котором я вообще ничего не знал, я просто разговаривал с дизайнером как с корешем, со своим, пытаюсь понять вообще будет ли, сделал кучу ошибок, понятно тоже, и Айрин также наняли и тоже поняли, что это тоже своя область, которая важна для производства и как бы она тоже стала нанимать своих сотрудников, и так у нас выросли, одновременно стали расти две команды, команда дизайнеров и команда UX отдельно, то есть она занималась руководством своей команды, я занимался руководством своей команды, плюс мы иногда вместе делали проекты, чаще всего это были проекты, которые горели, это те проекты, которые клиент звонил, говорит, мы вам сейчас уволим, если вы все за два дня не переделаете, это вот у нас была стандартная пятница, типа, нас клиент хочет уволить, ну-ка садитесь, как-то, и мы как бы, это с точки зрения менеджмента, мы делали, вот именно этот сценарий был очень плохой, то есть мы не как-то пытались исправить вместе с сотрудниками, иногда это было так, что мы вдвоем надо было сесть и переделать и просто быстро спасти ситуацию, чтобы клиент больше не хотел нас уволить, а потом дальше как бы своих же сотрудников там, ну, неважно, и вот так мы стали просто вместе работать вдвоем, а потом в четырнадцатом году нам обоим исполнилось по тридцать лет, и мы решили, что или сейчас, или никогда, ну, собственно, это вот стандартная такая история, что и тоже, опять же, я думаю, что страшно не было, потому что на тот момент я думал, что если, а я еще интервью одну прошел в другую компанию, но на тот момент я думал, что сейчас проще всего, ну, что сейчас проще всего найти работу, то есть если не получится заниматься своей студией, то я найду другую работу, я не буду супер сильно переживать по этому поводу, вот, но пока что сработало, но опять же, я живу тоже как бы не то, чтобы сегодняшним днем, то есть если эта история может когда-то закончится, в этом нет ничего плохого, то есть все, что-то заканчивается. И буду заниматься другими вещами. Сделай себе огород на крыше. Кайф. Есть вопрос еще, который продолжает, но я не знаю, насколько здесь именно ты можешь дать на него какой-то прям ответ. Вопрос про то, как в небольшой студии заходить на рынок, какие подводные камни, чему следует уделить больше внимания. Кажется, что у вас немного обособленная ситуация была в том плане, что мне кажется, на тот момент про вас все как-то знали, и вы когда ушли, по сути, стали появляться вопросы, а кто в Wi-Fi вообще там теперь будет все классно делать, хотя там тоже ребята классные, собственно, остались на какой-то период работать. Вот как можешь ли ты здесь что-то подсветить? Возможно, даже не на своем опыте, на еще чем-то, чьем-то, который ты видел со стороны. Как на рынок зайти, только появившись? Я думаю, что никто нас не знал. Тут так много, тут такая большая конкуренция вообще в Америке в среднем, что никто не знал, что мы ушли, что мы там что-то, ну, кто-то знал частично, но это не так, что сидит клиент и такое, опа, опа, вот сейчас я им позвоню. Они говорят, нет, никто не знал, мы сделали свою студию, первый клиент мы нашли суперандомно, но в основном, первые пару лет, на самом деле, все работало так, что связи безумно важны, особенно в Америке. У них тут так страна устроена так, что люди идут в колледж не совсем, чтобы получать знания, а чтобы набраться связи, потому что там выпускники, особенно в дизайне, знаешь, там вот Yale есть, Yale School of Design, все, кто в Yale работали, вот все вот эти основатели компании, они все знают, что вот Майкл Рок, он выпускник Yale, он там преподает, поэтому если я выхожу из Yale, я первый свое TV, резюме посылаю туда, он знает, у каких профессоров я учился, и скорее всего интервью пройдет более удачно со мной, нежели чем, это очень распространено тут. И тут такая же история, потому что, и второе, что нужно помнить, что люди не задерживаются тут долго на работе. То, что я проторчал в одной компании 8,5 лет, три из них я жил, 2,5 в Стокгольме, остальное время в Нью-Йорке, это значит, что через компанию прошло гигантское количество людей. То есть для меня это редкость, когда кто-то долго торчит, то есть это что-то, и у меня тоже было ощущение, что что-то идет не так. Но обычно тут в компаниях работают 2-3 года и переходят на другие работы. Поэтому к тому моменту, когда мы уже сделали свою студию, какое-то большое количество людей, которые прошли через EFI, людей, которых мы сильно уважали, с точки зрения, мы считали, они классные профессионалы, они уже были в Spotify, они были в Netflix, они были в Google, они были везде. и тоже тенденция, люди редко уходят из агентства, чтобы пойти в другое агентство. Люди уходят из агентства в корпорацию, где-то уже маслом намазано, нормальный, можно сидеть, как бы, ладно, не буду уходить в это, это тоже меньше, меньше хейпа. Вот, и к тому моменту, когда мы ушли, чтобы сделать свою студию, понятно дело, что именно узнали в первую очередь вот эти люди. и они просто стали связываться, то есть так мы стали работать и со Spotify, и там, с кем-то еще, или с Netflix, потому что Маркус там очень классный креативный директор швед, он работал в другой студии, он работал с Netflix, он позвал там Дэвис, который наш продюсер был, он работал с Spotify, а потом перешел в другую компанию, а потом там кто-то еще, то есть я думаю, что половина клиентов, это было просто вот часы, я делал недавно для Google, это потому что один из моих дизайнеров, которых я когда-то давно данял, там с кем мы работали, Себастьян, он потом, он работал в Google как раз над новым этим апдейтом их, этого языка, который, опять же, это дизайн язык, просто стиль поменяли, сшила на мыло, короче, и вот он над этим работал, и позвал, как бы, делать часы, и так далее, то есть это половина было где-то ребята, с кем мы работали в разных, в Wi-Fi, они потом все разбежались по миру просто по разным компаниям, вот, а это не так, что клиенты о нас знали, то есть клиенты нас находили потом очень часто рандомно, иногда почему-то через какие-то награды, что меня очень сильно удивляло, и часто потом рекомендациями, потом, ну, мы работали с Kickstarter, мы сейчас работаем с клиентом, который, о котором я ничего не могу говорить, но мы работаем с ним только потому, что мы делали проект для Kickstarter в 15-м, по-моему, году, и основатель Kickstarter уже ушел из Kickstarter, а он крутится в этих кругах новых каких-то продуктов и так далее, и там его спросили, а кого-то нет, он говорит, да, вот я с этими ребятами был в 15-м году, было классно, он хотел нас купить, кстати, это первый раз, первый, по-моему, первый и единственный, не, два раза нас хотели купить, но это первый раз, когда нам сделали официальный offer выкупить Антона Арида, что-то не так, но только ушли из этого, вы как бы, вот, и он нас посоветовал, так мы сейчас работаем, то есть это сарафанное радио тоже, поэтому, у меня, к сожалению, нет совета, как зайти на новый рынок, я все-таки тут проработал в Америке лет шесть, до того, как в компании, набираясь коннектами, прежде, чем я все-таки ушел, а с нуля, я не знаю, пойти поработать сначала куда-то, наверное, поучиться, а потом открывать свое. Нет, слушай, интересно, потому что, ну, мне, по крайней мере, да, вот отсюда казалось, что вы ушли, потом вроде вы как-то писали, что вы там как раз приблизительно с теми, будто ребятами, с кем вы работали в Wi-Fi, вы как-то с ними же работаете, ну, в плане с брендами, с теми же, и я думал, что это просто, вот, как-то вас все знают, и ты такие, окей, теперь можно не выходить. А, нет, мы, кстати, с теми же брендами не могли работать даже по контракту особо. Ну, то есть мы не работали ни с одним клиентом, с кем мы работали с Wi-Fi. Ну, понятное дело, что в какой-то момент мы стали работать с Google, но Google – это не один клиент, это там куча подразделений и так далее, и так далее. Нет, но мы не работали с теми же самыми клиентами со всем. То есть у нас и цели, мы, и на самом деле, мы уходили из компании не потому, что мы хотели зарабатывать больше денег, работая с теми же клиентами, а мы уходили, чтобы и уходить от этого тоже. Понятное дело, что какие-то проекты мы делаем не то, чтобы за деньги, но мы все равно к ним серьезно подходим и там пытаемся сделать что-то интересное, но какие-то, есть это правда, что какие-то клиенты нас кормят, какие-то клиенты, это даже не клиенты, ну, почти все клиенты все-таки нас кормят, но потом мы занимаемся баллосством, допустим, какими-то своими проектами. Слушай, это вот сейчас... Нет, ну мы не работали с теми же клиентами. Это сейчас идеальное, что ты начал про это говорить, потому что вопрос один из заключительных, как раз про финансовую сторону, да, вопросы, и буквально у нас два вопроса, наверное, мы будем завершать, потому что уже два часа, уже прям, время летит, конечно, но тем не менее. Про финансовую сторону вопроса, да, то есть, есть ли какой-то, не знаю, минимальный бюджет, не надо его, разумеется, озвучивать, просто типа, может быть, какая-то у вас минимальная есть, не знаю, либо бюджет, либо часовая ставка, либо еще вот, как происходит биллинг, то есть, условно, интересно там, по часам, или фикс, или по дням, неделям, ну, ты уже говорил про time material отчасти, но вот просто вдруг у тебя есть какой-то цельный ответ, или у вас разные подходы, которые вы там выбираете для каждого клиента, в зависимости от его интересности для вас? Слушай, это, опять же, на это не ответить за, там, пять минут, это мне надо лекцию готовить неделю, и меня, опять же, я, я спокойно на эти вопросы отвечаю, опять же, не хочу, не хочу как-то, но мне просто вот собрались дизайнеры, и нужен час, чтобы уйти в менеджмент, и что, сколько стоит, и как, что били, да, это вот, и про историю, которую я до этого упоминал, это была как раз история про, я сейчас ответил на тот вопрос, что кто, какой-то был сайт, где написали пять вещей, которых заботят дизайнеров больше всего, какой-то репорт прямо был, там, какая-то компания собралась, сделала репорт, опросила больше ста дизайнеров, набралась, и какие-то там должны было вынести какой-то результат, вот пять вопросов, я потом посмотрел на этот репорт, и вот для меня, как человек, я считаю себя дизайнером, может быть, кто-то не считает меня дизайнером, как угодно, но я считаю себя дизайнером, я смотрю на эти пять вопросов, и для меня там нет ни одного вопроса про дизайн, там вопросы и про выгорание, и про биллинг, и так далее, но, как бы, почему я считаю, что это не про дизайн, потому что менеджер магазина по продаже очков, у него такие же проблемы, потому что у медсестры, которая работает в больнице, у него часто тоже все же самые проблемы, почему это про дизайн, и мне кажется, что иногда вот я со временем как-то пытаюсь эти вещи делить больше и больше, может быть, я наоборот строю стену какую-то, я не знаю, но вот начали про дизайн, закончили за упокой, это вот так вот, это любой всегда уходит все, про биллинг я могу сказать то, что у нас есть какая-то минимальный час, сколько стоит, я понимаю, мы не показываем клиенту по-часовую чаще всего, то есть мы показываем, и даже мы не показываем за проект, это всегда что-то посередине, мы показываем, сколько стоит часть проекта, то есть у нас проект делится по частям, часть проекта чаще всего все равно считается исходя из какого-то минимального часа или оценки дня, на самом деле, неважно, это час или день, но у нас есть какая-то минимальная штука, по которой мы знаем, что мы, ну, мы не можем бесплатно работать, то есть у нас там все входит в эту стоимость мы ее когда там определили она там не знаю менять не меняется плюс опыт плюс часто проект есть отдельные оценки то есть у нас есть discovery опять же не хочется уходить в какой то там зарываться сейчас в этом но допустим discovery и какие-то первые части проекта у нас стоит намного раз дороже чем другие части проекта потому что в самом начале проект это самое сложное там где надо больше всего думать там где надо больше всего придумывать там где надо задать какую-то схему или план и как можно сделать меньше ошибок потому что если ты делаешь какой-то план или делаешь какое-то ну представь я могу сравнить сеткой какую-то сетку придумал и ты должен на ней работать потом 9 месяцев и все должно быть идеально чтобы не получилось такого что где-то там через шесть месяцев ты понял что ты совершил ошибку в самом начале и тебе надо будет все переделывать я такая ошибка тут совершил недавно но я к тому что наш час эфирный вот эфемерный его нет такого супер понятия но вот наша наша сколько стоит наш час он намного дороже в начале проекта и тем самым мы начали получаем больше денег об этом большую часть суммы за проект самом начале всего где-то к середине потом у нас проект делится по частям и каждая часть она важна по-своему и там эта часть там три месяца работы она вот будет стоить столько вот эта часть под три месяца работы но тут будет больше видео и 3d и так далее своя цена и тогда и вот потом проект потихоньку вот это все прописывается план и это все делается у нас нету одного процесса у нас у каждого проекта свой процесс ну потому что разные задачи разные специальности включены у нас есть клиенты где только один один человек от клиента у нас есть клиент 20 человек от клиента поэтому у нас у каждого проекта разный процесс разный подход просто мы и мы это можем себе позволить потому что нам не надо стей лица так как на приходит на клиент мы с ними обсуждаем как мы с ними хотим работать что мы будем делать и у нас есть возможность работать по разному с разными клиентами у нас нету одного какого-то процесса понял окей спасибо но и за завершающими на вопрос который как раз подведет такой черту вопрос что тебя впечатлило в профессиональном плане в последнее время здесь но до дали расставать что интересное не знаю композиции в каком-то фильме визуально вижу в анимационном сериале пром дизайн и так далее кажется что я уже как минимум один ответ видел в твоем списке вот но может быть что-то еще да да помнишь что что было да я думаю да это вот этот вот я просто афигел от этого мультика аркей причем я не играю в игры особо есть nintendo switch я играю в детские игры у меня на таком уровне я геймер я не знаю что такое league of legends но походу это люди очень сильно переживают по этому поводу но я посмотрел на нетфликсе и прямо офигел что там как си как много работы то есть это вот такой знаешь мне очень нравится одно высказывание что в твоем дизайне должно чувствоваться пота что она это означает что ты потеешь очень жестко работаешь но в результате этого пота не должно быть видно и вот это вот такой пример то есть там чувствуется как много работы но это все налегке это все очень круто с точки зрения монтажа ракурсов углов то есть я не фанат игру я не знаю что такое но мне прямо диком зашло мне дико понравилось как это вообще сделано главный минус это музыка это нас как будто вот 12-летнего подростка из тиктока назначены главным по музыке мне кажется что это их самый большой фейл это просто дерьмище редкостная с точки зрения музыкального оформления именно не эффектов звуков а вот какая музыка там играет это в основном это выставки но я уже не успею но я хотела про джеймса тарелла поговорить и как мы соприкасались немного с ним через нашего клиента или вот я вчера попал на какую-то супер космическую выставку где во первых это были вот эти штуки я постил что это художники из из голландии они вот материалы допустим чтобы сделать слушай там выставка просто я был вот я калашников точно видел то есть я был на этой выставке но я не был в нью-йорке и просто это ее привезли сейчас типа в нью-йорк да да наверно да да наверно то есть вот там было вот это и там было вот эти вот трифт это вот эти вот лет летающие а это тоже сфотком тоже нравится в пейджеста датсак давайте учить дизайн на плохих примеров этого две про эти выставки не а там как раз было у них и 2 инсталляция было летающие бетонные блоки это очень конечно мощная и сюрреалистично смотрится особенно когда ты очень многие пришли и лазер ложатся просто на пол под ними и над тобой они просто витают очень крутой музыка как раз вот в этом случае мне такие вещи очень нравится не очень нравится когда вот именно с точки зрения дизайна все вот эти вот ходы когда ты берешь какой-то элемент привычный тебе в одной в одном в одном как это сказать контексте окружении до контексте и переносит какой совершенно другой контекст например летающие блоки посреди большого ангара для меня это вот мой проект с домами которые в пустыне все переношу то есть мне вот всегда нравится просто опять же это не решение какого-то определенной задачи это просто какие-то эксперименты я просто офигел суши книги я уже посоветовал подкасты я посоветую кстати вот не очень нравится понравился в прошлом в начале этого года слушал называется этот нью-йорк-таймс подкаст про интернет и и там такой такая думали как бы идея была в том чтобы как как бы рассказать про интернет о том каким его не планировали понятное дело там очень много про вот мисс информация вот это все идет про q-anon и так далее то есть как интернет объединил людей в таком виде в котором мы не могли даже предугадать что интернет объединил на самом деле он очень супер интересный с точки зрения рассказа и стоит как сериал просто послушать нереально классно ну и не знаю посмотрите типографию топографию луны это красиво напоследок при нажатии хай резные сайты как с какого-то сайта он 30 мегабайт можно скачать этот картинку распечатать и повесить себе над рабочим столом потому что это космически красиво неожиданно красиво красочный ярко для луны да причем это не искусство это кто-то что-то делает именно и кому-то надо закрасить определенный цвет чтобы посмотреть где какой 3 мектарин материал допустим вот такого цвета вот желтый у нас материал там такой то и тогда то есть это не искусство но это автоматически стало искусство но я думаю что уже два часа десять даже мы общаемся и кажется что не знаю прям какой-то очень приятный был экскурс в не знаю и в прошлое и настоящей вообще не знаю почему то очень приятно было во первых очень приятно было тебя видеть конечно было бы круто и взаимно если бы можно было тебя где-то еще замечать но да сейчас тем более еще и пандемия и непонятно там как кто куда приезжает и так далее поэтому чуть сложнее все стало будто бы но с другой стороны вот очень круто что сегодня сейчас получилось все таки это все дело собрать ребят вам спасибо большое что были с нами на связи все это время если вам понравилось или захочется ребятам ой ребятам антону написать да что-то как-то от благодарить или еще что-то самое время это сделать в собственно в чатике в лайв-чате если вы смотрите сейчас или в комментариях если вы смотрите это в записи и я вот отлично от себя спасибо тебе большое за за сегодняшнюю встречу очень не спасибо спасибо что позвал спасибо что дал возможность и поговорить и за вопросы спасибо всем кто слушал вечер воскресенье и есть намного более интересные вещи которые можно посмотреть и послушать воскресенье перед рабочим днем что спасибо что отвлеклись и провели время супер классно мне понравилось ребят мы соберем ссылки которые которые сегодня отчасти говорили я попробую поставить как это был в прошлый раз таймкоды чтобы удобнее было но и через какое-то количество дней под ну в описании до появится там ссылка на список со ссылками появится там коды в общем все как обычно так что спасибо большое что были с нами и до до новых встреч если в общем нравится подписывайтесь на нас если не хотите не подписывайтесь как говорят куджи управляйте своей жизнью сами так что да ладно всем пока пока до следующих встреч